Прекратите использовать адаптивный дизайн Почему плохо, когда интернет знает о вас всё? Я мотивировал себя просыпаться в 5 утра и медитировать Я мотивировал себя просыпаться в 5 утра и погнали! Очень круто в этот раз встало, именно встало Ну, потому что если в 5 утра встаёшь, то у тебя круто встаёт, я согласен Оно ещё не успевает встать, так как ты в 5 утра проснулся Ну, с задержкой уже потом медитируешь после этого, если вы понимаете, о чём я Тут всё, да, всё круто Сначала погнали, а потом медитируешь В общем, да, с вами подкаст «Суровый веб» Проект «Ювебдизайн», выпуск номер 197, да? Седьмой же уже там? У тебя написано шестой У тебя написано шестой? Если ты хочешь побыстрее двухсотый, то давай семь Нет, шестой, я просто сейчас записываю в другой комнате Поэтому у меня нет второго монитора Поэтому я не могу слаг вывести на один монитор и всегда быть в контексте Поэтому ты меня сегодня за рукавчик-то дёргай, окрикивай Говори, Санёк, у нас там верстка, надо как бы не выходить из, так сказать, лимита У нас ещё 10 тем, а ты тут 15 часов уже рассуждаешь То есть ты практически слепец, а я твою поводую сегодня Я сегодня как крот вообще, да, максимально Причём крот это по жаргоне именно американских там полицейских Это тот чувак, которого внедряют Внедрился, внедрился Который у нас кросса, вот у них это крот Вот я сегодня крот отношусь Я думал, ты тот крот, который толчок мыть, знаешь, его чистить, прочищать Я понимаю, который заливать в трубу, чтобы... Кстати, блин, это была бы охренительная история для пришёва, я её не рассказал Давай ты как-нибудь её засейви Но вообще я тебе скажу, что ты сегодня крот наших слушателей Чтобы вот у них полилось всё из всех щелей Ты будешь прочищать Ну, слушай, нормально, нормально Давай тогда представимся Я сегодня Александр... Я крот, ты Александр крот Так, а я, да, Никита Тарасов Но суть даже не в том, как нас зовут Суть в том, что это практически еженедельное шоу Которое вы можете слушать на разных платформах Я сегодня вообще абсолютно другой бредовый текст сказал Чтобы ты охренел У нас это написано в слайке, я тебе буду врать Ага, ну да, я ж теперь не знаю Ну, слушай, да В принципе, мы теперь есть на Spotify, на Яндекс.Музыке На... В iTunes подкастах мы всегда были В Google подкастах мы давно уже есть В ВК подкастах мы теперь есть Мы практически уже в Epic Game Store И в PlayStation Store Да, я просто... Интересно, будет ли в какой-то момент К нам предложение от какого-то стора Чтобы мы у них были эксклюзивом Это, мне кажется, достойно было бы Мне кажется, такого прецедента еще, во-первых, нет Главное, чтобы не Xbox Согласен, Xbox подкасты знаменитые Думаю, таких даже не существует В Zune, в Zune-овских плеерах Майкрософтовских, чтобы мы были эксклюзивно Мне кажется, у них нет таких денег Чтобы мы себя анафеме такой придали Что называется В общем, да, можете... Мы, кстати, сейчас в формате премьеры Скорее всего на YouTube выходим Плюс чат, если смотрите нас в премьере Вот, вроде все представились Вроде все сказали Ты сейчас скажешь свой текст, куда нам написать Мне кажется, нам надо написать на WorkSobakoEwebDesign.ru И я вам скажу, что это надо написать не только Нашим постоянным слушателям Потому что вообще кто-нибудь пишет на WorkSobakoEwebDesign.ru Пишет до хрена Просто мы реально стали получать Именно вот эти сообщения, которые по тебе Просто пустое Отправьте и все Вот начали отправлять пустые Вот еще отправляйте пустое Во-первых, еще отправляйте пустое Но еще, если вы хотите предложить нам Какую-нибудь интересную тему Возможно, с вашим Product Placement'ом В подкасту Обязательно на WorkSobakoEwebDesign.ru Мы подскажем Вообще, как это будет происходить Это будет не больно, я сразу скажу Это будет не больно Мы в этом деле профессионалы, поэтому да Да, мы сделаем красиво Что, давай еще что-нибудь такое Нам надо еще что-нибудь разогревающее сказать Или ты сразу ворвешься в первую тему Которую я вижу, что она будет Она на самом деле сама по себе достаточно разогревающая Как мать Поэтому я считаю, что Кстати, ты знаешь, чем мать от крема Ладно, все Неважно Видел, да, этот пост? Подожди, я хотел, кстати, сказать Слушай, а чем мать от крема? Ну, типа, крем это Смотри, ты не видел пост Лебедежи Просто написал сегодня А, нет, не видел Мась на жирной основе, а крем на водной Я вот тоже думал, что это разная основа просто и все Но вдруг там, знаешь Не знаю, мась воняет по-другому Ну, как следствие То есть, поэтому мась на одежду лучше нет Она зажирнит одежду А крем можно втирать А крем я мажу постоянно Я на куртку себе крем мажу, чтобы выздоравливал Ну, в принципе Фастум гелий Вот мне интересно Гель это крем или мать? Или это Или это третья сущность? Она на основе просто химии Химки А пена еще есть для бритья? Ну, это вообще другое Это не для кожи Мы о кожных продуктах, так сказать, говорим Окей Ну, давай кожный продукт Да, фастум гелий Это, кстати, все про декплейсмент фастум геля был Именно поэтому Никита разогревающее подвел Прикиньте, как было бы круто Слушай, Саня, есть у нас еще что-нибудь разогревающее? Слушай, ну есть вот фастум гель Я прикинь, я в патриотах ходил, потянул спину И все, вот это такое хоп-хоп переплетает И мне кажется, за это миллиарды нам бы должны были отдать Ну, если бы фастум гель нам занес То мы бы, наверное, так бы и разогрели примерно аудиторию Ну, знаешь, кто бы нам занес? Вот этот старик из рекламы, который спину гнет У него болит она Да-да-да-да И он помазал И он нам деньги прям лично заносит На коде Дурова, я тебе скажу, переключается ночной и дневной режим Это, ну, отскакивая Так тут зимний какой-то режим Да, тут еще снежинки можно включить Снежинки вырубить Я включил черную темную тему ночную И снежинки, охрененно выглядит Да, я тоже, но снежинки уберу Да я на самом деле и дневную тему включу Это чуть не видно ни хрена Apple проведет презентацию 25 марта В приглашении намек на запуск онлайн кинотеатра Я про эту новость знал почему-то еще неделю назад Меня батя сказал Потому что у тебя засланный казачок Крот в твоей семье находится Apple крот я бы его назвал Да, и он мне еще тогда сказал Что его, как бы в частности Больше всего интересует Его не пригласили Ты знаешь, что он должен сказать В этот раз его не По логовичу уже Быть лично его не пригласили Куда его там не пригласили Я уже не помню Куда-то не приглашали Его наоборот Его везде пригласили Он всегда вывеживается Что его У меня, кстати, бесплатно А был какой-то момент Куда-то не пригласили В том-то и дело Вот это было там месяца два назад А И даже ты мне рассказываешь Что прикинь Его там не пригласили И он, естественно, просто Засрал это мероприятие И все Хотя там объективно Было что-то достаточно важное Я, к сожалению, не помню Поэтому Но батю на Apple Я бы, думаю, пригласили Если бы знали про него Потому что он Если, в принципе Кстати, тут слышала Недавно была тема Что Трамп случайно Оговорился И Тима Кука Назвал Тим Apple Да, Тим Apple Я видел И он даже Тим Кук Поставил в Твиттере Себе Тим Apple Вот Но вместо Apple Просто символ яблочко Поставил И Тим Яблочко Нифига Причем самое тупое Что Трамп отмазался Что это чтобы Типа сократить Хотя в Apple На одну букву Больше, чем в Кук То есть он еще Тупее отмазался Да, да, да Он еще и тупее отмазался Лучше бы не отмазался Просто бы сказал Забыл Как бы Ну это реально смешно Тим Apple Вот Но то, что он так Отмазался тупо Это как бы Да, это смешно В общем, да Будет конференция Разослали всем приглашение С девизом It's Showtime Вот Такой девиз Последний раз Использовался В 2006 году Когда представляли Первое Apple TV То есть Ну еще Стив Джобс Выступал И все такое Конечно, конечно Кстати Как раз проходит Все дело В Стив Джобс Театре Который в Купер Тим Кстати, я не понял Вот это новое помещение Какое-то Или Это уже постоянное помещение Для Apple конференции Стив Джобс Теата Это постоянное помещение Последние года два Именно для Весенних конференций Весенних Да я знаю, что в разных В разные типы Осени и весны Скажем так Но в разных местах В Сеатре В этом WWDC Это крупная конференция На больших площадках проходит А сентябрьская Которая, где айфоны Новые представляют Она в Нью-Йорке Традиционно проходит Я не знаю, почему Как бы просто логистически А вот именно такие Типа Айпад на Айпад на непонятные конференции Какой сейчас является Вот это вот Которая именно весенняя Они проходят в Стив Джобс Театре Это разработческая конференция? Нет А, нет Или это Сугубо презентационная Как раз здесь Консюмерская Да Здесь обычно там Боно играет Или может быть Я путаю Боно может играть в сентябре Ты должен сказать Да, смешно Вот Ну нет То есть я здесь не знаю Кто тут будет Или не будет играть Может быть я что-то путаю Неважно В общем Весенняя Она обычная Стив Джобс Театр Последние пару лет Вот И ну как бы Аналитики считают Что будут запускать Онлайн кинотеатр Скорее всего Эпл Или какой-то стриминговый сервис Умейте ввиду Нетфликс Такого Эппловский Нетфликс Я не знаю Да Насчет того Насколько они будут Именно свою делать Продюсерскую Так сказать Студию И что-то выпускать Под своим брендом Как это делает Сейчас Нетфликс Вот Но если говорить Именно о сервисе Нетфликса То да Что-то в таком духе Я конечно Ждал что ты Какой-нибудь Иви Предложишь нам Как вариант Или Мигого Вот Но они в этот раз Нам не заплатили Поэтому Нетфликс Нетфликс нам заплатил Да Вообще мы Так нет Мы вообще Продукт Нетфликса Смешно Я сейчас представил Что мы продукт HBO И сейчас Какой-нибудь Жорева С нами должно начаться Просто и все Не ну с нами Игра престола Должна начаться Если мы HBO Ну да Оттуда Жорева Я и имел В общем Да Короче говоря Если верить слухам То кроме всего Представят Второе поколение AirPods Bluetooth 5.0 Который Вот это все ждут Вот это ты кстати Быстро так проскочил Ты практически Миссию ждут AirPods 2 Ну повторюсь Из фич Bluetooth 5.0 Непонятно Захрен он нужен Напишите в комментариях Зачем нужен Bluetooth 5.0 Датчик отслеживания Пульса По уху Видимо будет мерить А также Улучшенное качество Звучания Че тут ждать Понимаешь Я тебе скажу Я тебе скажу Вот AirPods Это короче Знаешь Как тебе сказать Из-за того Что возможно Они вынудили Людей купить Эти наушники Тем что Убрали Короче убрали Мини джек Джек Да Три с половиной И тем что Просто люди Сначала Ты помнишь Вообще первая реакция На AirPods Что чуваки Что чуваки ходят С какими-то Письками Дорочащими Маленькими Беленькими Но сейчас Чуваки Да Сейчас чуваки В AirPods Выглядят Как стильные Мужики Скажем так Женщины Соответственно Но просто Теперь это Короче стандарт Дефакто Это как знаешь Ну новый Айфон Выходит практически Только вот Новый AirPods Я согласен То есть я даже Вот у нас в чатике В Телеграме Кстати Там есть ссылка На наш чатик В Телеге Там пацаны Пишут что Они даже На тусовках Некоторые Случайно берут Чужой чехол Айреподцев То есть там Настолько много Чехлов Айреподцев У них на тусовках Что есть шанс Взять чужой Случайно И поэтому Они уже Покупают чехлы Для чехлов Айреподцев Ну да Цветные Чтобы да Они были разных цветов И так далее Чтобы различать То есть даже не просто Чтобы там Выделиться И быть классным А ну банально Прикладной Чтобы различать Поэтому Ну то есть да За МКАДом Так сказать Айреподцы Не так популярны Но в Москве Наверное Это прям Каждый первый В них Я бы очень хотел Просто в них Сторисы удобно писать Ну то есть тебе не надо Именно там Вставлять переходничок Или там Вставлять просто Гарнитуру Лайтнинговую И с этими проводами Что-то записывать Да не Это вообще Много всего Да не Это удобный Девайс Давай так Вот он конечно Дорогой Возможно его скинут Если для второй версии Ну в смысле первая версия Будет дешевле Вторая версия Будет как обычно Напоминаю по бате Черные будут дороже Они будут в двух цветах В этот раз И черные будут дороже И он хочет черные Ну это все не сотка Инфа Как я понимаю Это просто типа слухи Которые скорее всего Оправдаются Ну да Он каждый раз Мне уже говорит Какие-то такие вот слухи Которые не инфа сотка А потом так и есть И он Как бы Даже вот да Ну наверное Он там читает Он собственно Что наверное Он Apple Insider У него именно Отдельный прил Apple Insider Стоит То есть Не то что Как раньше он их В Твиттере читал А сейчас у него Именно отдельный прил Apple Insider Он в него каждый день Тупо заходит И свежие порции Всего вот этого получает Поэтому там Понятное дело Не пройдет ничего мимо Потом Новая беспроводная зарядка Будет наконец-то Вот это все ждут То что AirPower Ее еще год назад ждали Да Что там все на нее сложил И все заряжается у тебя Вот это кстати Вообще вот На самом деле Это выглядит Как уже вообще Будущее Это с видос Представляешь Просто они будут Втыкать это дерьмо Вообще Они может быть Вообще уберут Короче В какой-то момент Lightning Вообще эту дырку уберут Вообще будет просто Одни динамики И все Ничего больше не будет В телефоне Ну согласен Да Видимо Ну и камера Тоже дырка В принципе Ну да Ну да Я согласен Что к этому Наверное идет И даже может быть Больше от этого Будет ввода Там непроницаемости Все такое Всего можно будет Прям топить в лаве Как кольцо всевластия Вместе с голумом И только тогда Развалится Еще могут представить Новый iPad mini Который будет доступным По цене При этом внешне Не совсем сильно Отличаться от модели Четвертого поколения Бла-бла-бла Бред бредовый Вот Также платный Новостной Сервис Apple намерена Представить Который в компании Прозвали Netflix Для новостей То есть Именно Вот я не представляю Че должно быть Такого Сногсшибательного В новостях Чтобы за них платить Каких-то Они супер Репортеров Туда переманят Или как вообще Или что Я пока не представляю Это что-то будет Как будто Людям фейсбука Не хватает Я не знаю Честно Да ладно Фейсбук Как будто им Интерфакса не хватает Ну или там Крупных новостных Агентств Всемирных Которые там BBC Я понимаю И так далее Ну какого хрена Я правда не понимаю Или Они же не могут там Свои новости Выдумывать Или то есть Может это Агрегатор будет Какой-нибудь Ну даже если То есть типа Платный Яндекс Дзен Что ты можешь Именно Настолько идеально Каждая новость Тебе прям нравится Что ты такой Ох Готов я 5 долларов За это в месяц отдавать Может быть Может быть Ну в общем Тим Кук Тим Эппл Тим Эппл Он заявил Что никогда Не был так оптимистично Настроен Что вообще там От новых продуктов Компании Буквально Пошли дальше Короче каждый раз Все лучше и лучше Я не могу Вот Вот Поэтому А что там Макбуки получается Не сейчас будут показывать Нет Эппл Вочи Не сейчас Их могут и сейчас Что-то показывать Видишь Раскрыть фантастические продукты Связанные с Аэроподс Эппл Воч Просто Макбуки Их вообще почти Всегда вскользь Говорят про них Они иногда Даже без конференции Новые модели Просто выходят В Ну кто-то Знаешь там Заметил Что онлайн-магазин Был закрыт на профилактику На 10 секундочек И там хоп И появились новые Макбуки То есть это Редко когда Приходит Как конференция Ну типа не сенсация Да Но только когда Именно новый Какой-то корпус Макбука выходит Там условно Новый Юни-боди Это вот как Это же вот сейчас Air по-моему Вышел новый И все там что-то Обалдевают Последний раз Air с ретиной Экраном Да Выходил И поэтому Ну смотри Даже если Вот смотри Я знаю что Все андроиды Челики Будут Короче как обычно После каждой конференции Apple Кроме те которые Были со Стивом Джоссом Да Как обычно Будут на говно исходить Что ничего Но это все У китайцев было И так далее И так далее Но даже При этом Если они покажут 25 марта Airpods Новые И Airpower Хотя и то и другое По сути Это даже не основные Девайсы Просто аксессуары И то будет Типа ну Такая мощная Хрень Что все будут Обсасывать Airpods Airpower Да То есть Обычно же Ну кто-то такие Все-таки Хочет девайсы Типа там Айпад На туле Новый Классный Там или Ну айфон Понятно Да Вот А тут аксессуарная Будет чисто по ходу Конфа Ну так тоже не может быть Наверняка будет Что-то такое Ну Видишь Не аксессуарная А Эппл Кинотеатрная Может быть Ты имеешь в виду сервисная Да Ну посмотрим Посмотрим Как будет Так будет В любом случае Мы здесь можем Только по Кулстори Бобби не сидеть С ручкой И как бы Ожидать Что там будет Как Так Следующая темка Я так понимаю Моя? Я сейчас Да Я же вспомнил Что ты крот Прекратите Использовать Адаптивный дизайн Подожди Крот Ты-то все сказал Что хотел Про Эппл Да-да Да-да Что Я просто Я же Я смотреть не буду Я потом Краткую вырезку Гляну Ну я тоже Вырезку Как мясную Я думал Как газетная Я в прошлый раз Что-то кстати был Я Посмотрел Какую-то Такой видосик Знаешь Нарезанный По пупам Практически Эпл Выставки И мне Супер Хватило Мне супер Хватило И норм И даже я Как-то был восторжен На настроен Практически Ну что-то Вот так вот Прямо сесть И смотреть В то время Когда она идет В прямой трансляции Еще и какой-нибудь Вилсакома Включать Ну что-то Неохота Как-то Ну да Да Это все равно Уже не то То есть я помню Когда мы с тобой Смотрели еще В Америке Мы в записи Мы в записи Смотрели Да-да Ну ты представляешь Насколько в записи Посмотреть Это еще сложнее Чем в Примухе По идее Ну да В Примухе Ты такой на хайпе Смотришь На хайпе Что ну А вот я сейчас Одновременно там С BBC Это узнал И они запостили У себя в новости А я у себя в твиттер Да А когда в записи Смотришь Ну камон Это уже реально Надо смотреть Как по Тарантино Чего как искусство Что о Как Фил Шиллер Вышел здесь Блин Он такой классный Да вот Так там еще смешно Там Стив Джобс Выходит И маленькие Какие-то девайсики Ручками показывает Да сейчас девайсы огромные Каждый Любой девайс Там просто как лопата А он такие маленькие письки достает Какие-нибудь там айподики Показывает Что-то там Ну короче да 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 Он еще тогда достаточно много Сам презентовал Сейчас-то Тим Кук выходит Только про бабки говорит А дальше за него уже Миньоны это все делают Ну да Но там миньонов этих Ну кто Эппл Бой Это они их любят Каждого миньона Отдельности Там кто Согласен Да Крэг Федериги его любят Шутька Это Фил Шиллер Дальше идет В принципе согласен Что их любят Вот Но Да Порой Достаточно Так странно Это выглядит Что он сам ничего не презентует Порой это просто Несенсационно Уже стало К сожалению Ну или Или может быть На самом деле Ну не факт Что это какая-то Супер сильная деградация В плане того Что А просто нет Каких-то Ну супер сенсационных вещей И в технологиях Именно То есть Никто не придумывает Там машину времени И Эппл не представляет Машину времени Каждый раз Ну это Плохо уже Опять же тебе говорю Ну это Меня конкретно Печалит Что до сих пор Не придумали Таких аккумуляторов Которые неделю Будут держать Айфон Например Либо им это Невыгодно Либо я не знаю Но почему до сих пор Типа Изобретатели Гениальные Не придумали Такое Ну то есть Ну лучший Простой аккумулятор Для начала Потому что Ну это такое Знаешь Нормальное Развитие событий Было бы Ну да Ну и что там Адаптивный дизайн UX дизайн CC Громкий заголовок Мертвый адаптивный дизайн Вот И здесь Да Я сразу скажу Заголовок Умышленно громкий По факту Здесь Статья о том Что Ну как бы Адаптивный дизайн Это настолько уже Стало стандартом де-факто Что нет смысла О нем говорить Как о какой-то фиче О чем-то отдельном Потому что Все равно Делать сейчас Не адаптивно Это полный отстой Вот Но здесь как бы На самом деле Все То есть Можно уже было бы И закончить Но здесь есть Несколько Именно таких Достаточно На мой взгляд Занятных замечаний Вот Первое из них Это то что Ну говорит Да Раньше мы Все делали Адаптивный дизайн Это было интересно Там этим гордиться Там пять лет назад И так далее Сейчас это уже Кто не делает Это уже Нонсенс И наплевать Но говорит Например Даже у меня на сайте Это как фича Значится И почему Как бы Значится А потому что Мои клиенты Они где-то Это например Услышали Что адаптивный дизайн И если они Грубо говоря Сейчас смотрят Там Ну какой-нибудь Рекламный сайт Какой-нибудь веб-студии Или там Я не знаю Агентство Неважно Или там Как сейчас Это модно Digital agency Вот смотрят Сайт какого-нибудь Digital agency Цифрового агентства Да И видят Что там нет Адаптивный дизайн Они думают Ух какой отстой Я пойду лучше К тем У кого есть Адаптивный дизайн Хотя по факту Он как бы И у этих Есть Просто его Ну Не вписали Что называется В Ну не считают Что это гордость Какая-то Да И то есть На самом деле Вынуждены вписывать Просто чтобы говорить На языке клиентов Хотя по факту Сейчас говорить Адаптивный дизайн Это все равно Что говорить Ну то есть Транспортное средство С мотором Сейчас все Транспортные средства С мотором Нет Уже гужевых Практически как бы Нет Поэтому Вот да Вот Это первое Что меня Позабавило Второе Он говорит О том Что А даже теперь Вот кто делает Давайте убедимся Что делаем нормально И здесь он рассказывает Что есть такое понятие Я не знаю Он его ввел Или Оно действительно есть Он просто нам о нем рассказывает Ленивый адаптивный дизайн И это означает Что типа Весь контент Просто ты вываливаешь Делаешь Чтобы он был сверстан Под телефон Вот Но по факту Половина этого контента Нахрен не нужна На телефоне Ну то есть Адаптация под Мобилки Это не просто сверстать Это еще и Продумать Какой UX у тебя должен быть На мобилке Чтобы Чтобы было норм Вот Чтобы там не лагало Потому что там Какие-нибудь очень сложные навигации Они у тебя на десктопе Работают нормально А на мобилке Ее лучше вообще убрать Оставить просто списочек И все Или там знаешь Какие-нибудь сложные таблицы На телефоне Либо надо делать Чтобы Шапка таблицы Была фиксирована Там слева А остальное Скролилось Либо там Что-то такое То есть Это в любом случае Практически продумать Юзер-стори Чувака Который с мобилы Открывает Ваш ресурс Да И вообще Нужно продумать Юзер-стори Всех чуваков Потому что Сейчас уже Так много Разных Девайсов Что Типа там Девайсов 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 Его в любом случае Нужно делать Типа Ну Тот Медиум Фест Тот Способ Так сказать Вывода информации Фест Который Больше Будет всего Использоваться Ну И Типа Что Нажно Адаптировать Именно К тому Устройство На котором К тому К тому Юзер-стори Который Будет превалировать Вот Но здесь Я уже Рассказал О примерах Какие могут быть Потом Пошел Он говорит Про эффект Дряблого Что Типа Есть такое Когда Делаешь Очень красиво И здорово Как на дрибле Вот Но на дрибле Это не Полноценный Так сказать Юзер-экспириенс Это просто Красивые Какие-то Анимашки Какой-то Красивый Интерфейс Вот Но на самом Деле Говорит Достижением Должно быть Не то Что ты сделал Красиво Для дрибла А Что ты сделал То Что там Реально Работает Решает Цели Твоих Клиентов И так далее И тому подобное То есть То что на дрибле Это просто Вырванный Кусок Из контекста Который Может быть Работает Неверно Будет работать Неверно Возможно В том Чего вы Встроите К себе На сайте Ну вот Да То есть Он может Производить Какой-то Вау Эффект А на деле Не выполнять Ту функцию Которую Должен Выполнять И типа Это смешно Зачем так Делать Вообще Ну это такие Базовые вещи Ну и самое главное Что Ты нос Зачесался Сейчас сек Ну-ка Ну это как Нос Зачесался В смысле Ты имеешь Ввиду это Ну надо Употребить Вот да Так вот И сразу Хоп Бодро Начать говорить А потом Хоп И через Полчасика В киселек Такой Твои темки Нос Зачесался Так вот Ну и короче Говоря Он здесь Говорит Что Когда вам Говорит Фронт Фронтендер Например Типа Да ладно Может тут Вот не дизайнить Я просто Сам закодю Вот типа Не ведитесь На это То есть Это прежде всего Статья для дизайнеров Была Что нужно Максимально Прописать Все дерьмо Что даже Если вы это Не отразите На макеты Вы это По сопроводительной Записке Так сказать Все пропишите Что вот этот Макет Справедлив Там для таких Таких-то Разрешений Здесь просто Ты скейлишь Там здесь Вот это 80% Всегда Вот это Всегда 20 Там и так далее А после этого Там на каком-то Переломном моменте Меняется Вот на это Вот это Вообще Пропадает То есть Вот какие-то Такие вещи Понятно Что ты не можешь Задизайнить Там Ну на каждую Мобилку Например Там этих Экранов Сейчас тысячи Ну сотни Как минимум Вот Но хотя бы Сопроводить Это все Каким-то Описанием Ты обязан И тогда Мы Ну авторы Говорят Что Тогда мы Продукт И круто Классно Вау Вау То есть Он все-таки Хочет Чтобы мы не зацикливались Знаешь На мобайл фесте А не значит ли это Что мы должны Просто Делать контент Фест Ну видишь Контент На разных Девайсах Нужен разный Ага То есть Допустим Вот мы С тобой Рассуждали Про Редизайн Там Нашего сайта Не Ну может быть Это и значит Контент Фест Ну включить это В понятие Контент Ну хотя Да Это тогда уже будет Странно Ну может быть Да То есть Тут фиш Он Он взвал Everything first И мне достаточно Понравилось Почему бы И не Everything first Ну ты по матеше Согласился Что Everything first Достаточно звучит Круто Да Да Круто и ново Вот эти Mobile first Контент Это уже было А вот он Придумал Принял Наше так сказать Внимание на себя Вот И теперь Вот нам Втюхал Свой бред По поводу Того Что Надо Не закодивать В коде Фронтам А прописывать Все и так далее То есть он так Много разных Здесь мыслей В том числе Донес Других Кроме того Что Everything first Просто громкий Заголовок Громкое Рассуждение Ага Так Хоп Мы не заметили Что мы уже Делаем Все как он Так что Да Да Пойдем дальше У меня тема Начал медитировать Написано В слайке Я мотивировал себя Просыпаться в 5 утра И начал медитировать Статья на Виси.ру И знаешь Вот Мы же с тобой В принципе-то Любители встать Рано Ну да Те еще Да И тут Чувак тоже любитель Возможно даже Профессионал Во-первых Он Задумался об этом Знаешь почему Потому что он Прочитал У крутых бизнесменов Великих У Тима Эппла Написано У нас сегодня Тим Эппл сплошной везде У Ричарда Брэнсона Не знаю кто это Видимо я Видимо я Я хреновый бизнесмен А Разве он Амазоныч Ричард Брэнсон Ну давай загуглю сейчас Ну вроде он По-моему Амазоныч Какой-то Базоныч А Джон Безос Но Ричард Брэнсон Тоже кто-то Сейчас я посмотрю Ну то что он кто-то Virgin Group А ну слушай Ну ладно Короче говоря Я не помню что кто-то Короче автор статьи Смотрел на этих Великих людей И все они Вставали рано утром Он такой думает Ну как я типа Ну рано утром Тяжело Я в основном Такой чувак Люблю ну вечером Посидеть как мы там До Талова До ночи Вот И он решил себе Некий челлендж Челлендж Устроить Причем он устроил его Знаешь с помощью чего С помощью того Что забивался на бабки Либо сначала с интернетом Забивался на бабки Типа чуваки Если я там не встану Он видимо там Отписывал пост Во сколько-то там Типа если не встану Я буду штуку баксов Там кидать Тому кто заметит Мое отсутствие И потом он в какой-то момент Типа своей девушке Штуку кидал Ну в смысле Давал штуку Если он в какой-то день Не встал во столько Во сколько он запланировал И он начал с 7 утра Сначала по Москве Видимо Ему удобно вставать По московскому времени И Он решил Еще круче сделать Он поставил себе цель Вставать в 6 утра В 6 утра И короче Говорит Как-то стремно Что вот Типа Вставать по будильнику Айфона Который рядом у тебя Там на полу лежит Это не очень легко Ты типа себе думаешь Да ладно Я типа не высплюсь Весь день буду сонный Буду непродуктивный Я еще посплю Сейчас отключу будильничек Посплю нормально И буду дальше хреначить Он говорит Ну не Это типа Очень плохая практика Потому что Будешь постоянно так делать И типа Не встанешь никогда рано Надо типа Хотя бы раз Положить далеко телефон Чтобы пройтись До телефона Короче Вырубить его И уже Именно встать Вот прям встать Встать Ладно Понятно Что ты весь день Будешь возможно Сонный хрен Но Ну как бы режим Он так и налаживается За счет того Что ты все-таки Ломаешь себе режим Ну какой-то Определенный Должна боль определенная Да Боль будет происходить Ну вот он начал сначала Все-таки 6.30 Сначала подниматься И по-всякому Там расписал себе Утро Вот И говорил про разные дни То есть например Если ты в понедельник Встаешь бодрячком То в пятницу Ты естественно Это абсолютно другой день Абсолютно другое поднимание Потому что ты уже Вообще не можешь Ты всю неделю терпел Вставал в 6.30 И в пятницу Встать в 6.30 Понимая Что условно Ты почти никуда Не торопишься Ну как бы Последний день недели Скорее всего Все уже сделано Вот И короче Это вообще Отвратительно Тяжело Вот И инсайты Первой недели у него Вставать надо раньше Так как нормально Посидеть за делами Времени не хватает Организм Сильно реагирует На недосып Да ладно Необходимо Раньше ложиться Чтобы спать Минимум 7 часов Ну короче Просто терпел Потом короче Дальше Он Был в 6.30 Стал в 6 И инсайты Недели Снова начал ходить На работу пешком Полчаса на свежем воздухе Настраивают на активный день Первые полчаса Не нужно просыпаться на работе Ты готов творить Ну то есть Он уже типа Супер бодр Если ты в 6 стал Ты представляешь Ты уже в 9 Ты вообще Ты полдня уже Считай Занимался Какими-то вещами Вот Третья неделя Ну вот он По-всякому Там в трейла Себе делал Короче Он такой знаешь Типа чувак Который Типа начиная Жизнь с понедельника Новую Он там в трейлосе Организовал Значит удобное время Доски Хреноски В общем короче Круть Вот Сфокусировался На учебе утром Улучшил систему Идеального дня И у него была проблема Что он стресс Не мог снять Так скажем И ему пришлось Музыкой заниматься С чуваками практически Гасил музыкальными Репетициями И героином Возможно Вот короче Я бы ему сказал Как стресс Нормальный мужчина Снимает так скажем По вечерам Но Не важно Не важно Вот Четвертая неделя В пять утра Чувак вставал И он уже понял Что организм требует До свидания Уже он уже не может И в 22.00 Надо спать Потому что все Если ты в 22.00 Ты после 22.00 Просто сонный козел Просто не можешь Ничего делать Ааа То есть даже если Ты как бы Не ложишься Даже если Не ложишься Ты уже Ничего не можешь Все равно Ты уже просто Вялый Как будто Знаешь Вот как Пьяное состояние Типа Вот И дальше Он рассказывал Про стресс Что его можно Снимать Медитацией Он говорит Ну типа Какое ты знаешь Такое Вроде не мужское Дело Но он Себя заставил И в натуре Медитировал Короче Я так понимаю Что Ну не по утрам Но когда ему Нужно было Именно расслабиться чуть-чуть, он медитировал. Прям заставлял себя. Хотя он не пишет, как именно, то есть там мантры он себе читал, или как он просто закрывал глаза и думал о чем-то. Вот, но медитировал еще, чувак. Вот инсайты последней, четвертой недели. Пять утра, отличное время, если вам нужно три часа до работы, т-т-т, а медитация настраивает на продуктивный день. Видимо, с утра он медитировал, да? Видимо, да, с утра. Короче, в общем, чувак стал типа рано вставать, я не знаю, сколько он еще продержится, то есть вот месяц у него описан здесь. Мне интересно, он вообще как сам? Мол, он сейчас вообще жив? Да, да, главное, чтобы не повешался после этого. Все, такие эксперименты, это, конечно, да. Ну, смотри, ты, давай, у тебя спрошу, ты пробовал хоть раз вставать? Вот так именно регулярно, много, рано? Ну, когда в поликлинике работал с семи. Угу. А поликлиника была в жопе вообще. Но у тебя же это не каждый день? Ну, были дни, когда я три дня подряд с семи работал. Ну, после трех дней ты, наверное, должен был именно отсыпаться и разбитая мразь быть. Ну, после трех дней я уже бывал, там, да, во вторую, то есть с двенадцати, или если это пятница, там, с двух, с полвторого. Вот. И там, конечно, я уже все равно там чуть-чуть высыпался, то есть прям именно вот так, режим-режим держать, это, конечно, это реально тяжело, причем это реально тяжело, как минимум, потому что я все еще не пенсионер, как бы, вот. И, в принципе, разные движухи какие-то могут происходить. Вот просто... Ну, и вечерние движухи, типа, и... Да, 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 да. Да, в основном вечерние. То есть челлендж именно каждый раз ложится для меня. Вставать... То есть бросить все и лечь. Да. Вот это самое главное. Ну, вот, например, мы сегодня пишем подкаст. Как можно было лечь? Ну, да, то есть это уже... Уже все. Если завтра ты встанешь в пять, это значит через два часа после записи подкаста. Да, да. То есть, ну, это вообще... Это жизнью это будет не назвать. То есть я, может быть, там, три часа прохожу что-то, а потом уже все. То есть я вот помню, опять же, в те... В то время, когда я с семьей работал в поликлинике, я приходил, все открывал, так сказать, запускал. И если я вижу, что, ну, никто не идет, ни у кого там пожара никакого нет, ничего не случилось, то я просто шел в подвал к нам туда, запирался и на полу сидя спал час. Вот. Поэтому, как бы, иногда мне не хватало этого. Уже, там, восемь люди приходили, другие из моего отдела. Поэтому я просто тупо запирался в микрокабинетике, там, в другом, и там сидя спал. Иногда я наглел и просто спал тупо на своем столе. И я, если слышу, что кто-то заходит, я просыпался. Именно как на партии, на партии. Да, да, да. Я бы прошут просмотрел, если честно, как это выглядело, когда заходит там какой-нибудь врач, спросить, как ему там карточку выбить, у него там бак какой-то. И видно, что я вот только что глаза открыл, просто продрал. И как бы, да. Возможно, они каждый раз думали, что я там алкоголик какой-то очень жесткий, сегодня там с похмелья какого-то пришел. Или я там по ночам в клубах каждый раз под ЛСД, там, колбашу под техно, и вот только сейчас пришел на работу, сразу оттуда. Я не знаю, что они думали, как бы. Вот. Но было всякое. Были дни, когда я все-таки супербодрый был. Вот. У нас там еще хороший кофейный аппарат стоял, и там именно кофе, если взять двойной эспрессо, он прям вштыривал очень сильно. То есть прям хотелось работать, реально много успевал сделать и так далее. Но я все равно часто это не злоупотреблял, потому что, ну, это жестко, поэтому... Ну, это тяжелая тема, да. Ну, вот помнишь, мы в Америке какое-то время вставали достаточно рано. Хотя, наверное, это сейчас смешно. Да почти все время мы достаточно рано вставали. Не, мы в какой-то момент стали еще раньше вставать, помнишь, и ходить на МакЗа, в дороге, короче. Ну, кажется, на полчаса это было раньше. Потому что, по факту, мы, во-первых, на полчаса стали раньше вставать, и на полчаса меньше стали в лобби перед работой сидеть. Потому что основная претензия, например, Илюхи была, которая, когда мы вставали, а он вставал все-таки позже, чем мы, потому что, типа, а что толку вы сидите в лобби утром, там, 30 минут, 40 в инете, если можно их просто эти 30-40 минут поспать. Вот. Но да, я помню, что мы с тобой просыпались чуть-чуть раньше, но и с Саньком, по-моему, тоже. На самом деле у нас работа все равно не так рано начиналась, она начиналась, типа, в 10 утра. Да, да. Как минимум, потому что нельзя гостей будить и все такое. Конечно, я понимаю, то есть это не то, что у нас именно расслаблено, ну да, это физически только с 10, потому что все уже пришли с завтраков, так сказать, и начали выселяться. То есть те, кто выселяются, они как раз до 10 должны были выселиться, а кто не выселяется, уже проснулся, и мы можем к ним зайти и спросить, нужны ли им еще там полотенцы, вантусы и... Пилос там. И пилопротекторы. И пилопротекторы, опять же, да. Ну вот. Поэтому у нас, конечно, там не самое жесткое все это было. Вот. Хотя нам до работы на великах-то 40 минут надо было добираться. Да, я потом приехал с железными ляжками в Россию. У меня до сих пор железные ляжки после этого. Вот. Поэтому я, честно, хочется иногда, но вот у меня главная дилемма, это вот что делать с подкастами и стримами, например. То есть это два стопудовых дня, когда я не лягу вовремя. Вот. Не, ну если хотеть, надо типа их переносить раньше, это значит, надо какие-то другие дела сдвигать в другое место. Это прям сильно надо будет перепродумывать вообще всю, так сказать, жетуху. Вот. И, ну я не уверен, что я сейчас готов к такому, к тому, чтобы это все реально еще как-то перепродумать. Это надо, во-первых, хрен к носу подвести, во-вторых, это нам надо с тобой как-то еще синхронизировать. То есть вот эта вот модель, она тоже так годами, а причем реально годами. Это не как бы некрасивые слова, это реально годами она выстраивалась. И ее будет сложно, так сказать, переломать, поэтому да. Да. Ну вот тут цитата Стива Джобса в конце, пройденный путь и есть награда. Поэтому. Ну да, просто там чувак хвалится тем, что он смог, но посмотрим на него. Хотелось бы, конечно, чтобы такие чуваки потом отчет позже писали, через год. А, ну видишь, он же свои контакты прикладывает. Инстаграм, ВК, Фейсбук. То есть это русский чувак пишет. Ну да, да, да. Это не перевод. Да, и соответственно, ему... Это он написал вчера. Можно ему написать через неделю. Сегодня. Можно в подкаст пригласить. А он сегодня уже не отвечает, потому что он тупо 25 часов спит подряд. Ему еще именно по приколу в 5 утра написать. Ну да, да, да. Или смотреть, а что ты не онлайн? Там, знаешь, всякий бред уже писать, дышать ему в трубку. Выпаливает. Опять же, с тусовки пришел под техно в 6 утра и пишешь ему, потому что он уже встал, а ты еще не ложился. Давай дальше. Что там CSS-триксовая тема? Сара Драстнер, я вижу. Да, Сара Драстнер. Как обычно, не могу без ее темок. Они такие какие-то интересные. Причем реально. Кроме шуток. Тема о том, как учиться учить. Или учить учиться. Тут такое сложно. Или учиться учиться. Я помню, знаешь, я всегда запомнил эту фразу. Я не помню, кто мне ее сказал. Возможно, это такая хрестоматийная фраза, которую много кто говорит. Но кто-то всегда говорил, что вы в институт пришли не чтобы там что-то узнать, а чтобы научить учиться. Научиться учиться. Ты слышал такое? Естественно. Это крылатая, мне кажется. Ну да, то есть это слова народные, ты имеешь в виду. Да. Вот. Ну, может быть, да. Я не знаю, кто-то это говорил. И здесь она говорит о том же, что чуваки, даже если у вас нет какой-то там степени научной или там ну у них tech degree, это когда ты отучился просто. Или ты бокал. Ну да, инженер. Если даже вы не инженер и так далее, вот, это не значит, что вы не учитесь ничему по жизни. В любом случае вам надо что-то учиться, чтобы как-то работать. Поэтому даже если вы не пошли в институт, а просто какие-то курсы смотрели и так далее, то вы, скорее всего, чему-то учились. И вы поняли, что на самом деле один из самых важных скиллов жизни это именно научиться, как учиться. Вот. И я, говорит, вот вам сейчас расскажу мой опыт о том, как я учусь вообще, как я что-то там, какой-то новый материал познаю и так далее, потому что, ну, на мой, на ее взгляд это важно. Identifying holes. То есть, во-первых, вы должны сначала понять, что вы хотите учить. То есть, первый, так сказать, путь к решению проблемы – это ее признание. Ну, и она говорит, вот вы решаете. Я хочу выучить там последний стандарт JavaScript. там, ECMAScript 6. Это было для нее несколько лет назад. Она на этом примере рассказывает. Вот. И она говорит, я просто взяла какой-то там вот, ну, она прикладывает ресурс, с которого она учила, весь список фич выписала и тупо его раскидала, ну, на блоке разделила и сказала, что там, в день я буду учить по 30 минут. В среднем, говорит, это достаточно для того, чтобы не пукнуть. То есть, допустим, в какой-то день не было времени, а в какой-то день час посидела. И то на то и выходит, что примерно 30 минут в день. Ну, и она разделила, как бы сказать, все части. Она взяла каждый модуль JavaScript по модулю 30. Сколько 30-минутных отрезков, так сказать, ей нужно для того, чтобы эту фичу выучить. Просто выписала ее, ну, тут в блокнотик. Типа, что там. Скоп — одна 30-минутка, а arrow functions — две 30-минутки. Вот. Кроме этого, она говорит, я, поскольку был преподавателем, у меня есть все еще привычка в учительских ежедневниках писать. Ну, то есть здесь именно как классический ежедневник, но здесь есть именно темка, время и тогда. То есть тут план уроков. И она по нему же, типа, писала себе планы, как она сама изучает хрень всякую. Ну, она расписывает прям по темам, в какой день какие темы. Ну, и она пишет, что ключевое — это не расписывать сильно надолго, потому что это, говорит, будет давить, как такой эмоциональный груз, что, типа, блин, у меня еще там на месяц планы вперед. И если, типа, ты сейчас на этой неделе что-то там выйдешь как-то из плана, тебе надо будет наверстывать. И это, говорит, будет давить психологически, ты выгоришь и все. Поэтому лучше, говорит, дальше одной недели не прописывать, чтобы не чувствовать вот этого груза ответственности. А так, типа, что ты не успел выучить, ну и хрен с ним. В новую неделю заново это все вписал, так сказать, и все. И как бы как с чистого листа начал. Вот. Ну, после этого, она говорит, важно, конечно, всегда для себя находить в каждый день вот эти 30 минут. Это, говорит, очень тяжело бывает, особенно когда там сильно переработал, когда хочется в выходные отдохнуть и так далее. Но лучше, говорит, в принципе, использовать любое такое свободное время, потому что даже там смена какого-каких-то обстоятельств, они на самом деле... Это на самом деле очень благоприятно для мозга. Кстати, об этом моя последняя темка сегодня будет. Так что да. Здесь она приводит небольшую выдержку из когнитивной... Из теории когнитивной нагрузки. Ну и она рассказывает о том, что память у нас так работает, что сначала сенсорная память, которая вот то, что мы там видим, слышим и так далее, обрабатывает, в ней вообще ничего не задерживается практически. Из неё нужно, чтобы перешло в рабочую память. То есть это когда ты что-то увидел и руками сделал. Как бы это ни звучало. То есть, ну, какое-то взаимодействие руками там произвёл, или там, я не знаю, голосом, или что-то ещё. То есть ты как-то повзаимодействовал, уже включается рабочая память. Повторение в рамках рабочей памяти уже переводит это всё в раздел длительной памяти, долгосрочной. Из неё нельзя получить сразу доступ, у неё обмен как раз с рабочей происходит, поэтому да. Но чтобы попало какие-то мысли, какие-то воспоминания в долгосрочной памяти, это всё обязательно через рабочую должно пройти. То есть не сделая 10 тысяч упражнений каких-то, ты не сможешь научиться чему-то очень на уровне, так сказать, навыка. Ну это достаточно очевидно, но это, оказывается, как бы есть и теории такие. В данном случае здесь есть выдержка ещё из книжки Zedda Show, называется Python the Hard Way. Учи питон по-жёсткому. Русский перевод вольный. Не нужно копипастить. Локализация от Seven Wolf. Да, от Fargus. Do not copy-paste. Не нужно копировать пасту. Так вот. Так, уже хорошо. Да, не нужно копипастить, потому что мозг так не запоминает. Вы просто увидели и всё. Work in memory не произошло. Нужно обязательно всё ручками, все примеры из книжек прорешивать, иначе не работает. Честно скажу на себе. Прорешиваю. Вот читаю, когда какие-то книжки по программированию, обязательно прорешиваю. У меня во втором окне консоль какая-нибудь, или там реально открыт проект, развернут, и запоминается вообще классно. А если так прочитал просто как книжку на ночь, вот оно так же, как книжка на ночь, из башки улетучивается и всё. Это на самом деле одна из причин, по которой мы в школе, когда проходим литературное произведение, мы по нему сочинение пишем. Только так запоминается. То есть, если просто прочитать, ну, и, ну, кроме сочинения, мы там обсуждаем на уроках, что мы там узнали, там какие-то, как-то это всё обмусоливаем и проговариваем ротом, потому что, ну, или там в данном случае рукой, если пишем сочинение, потому что иначе нихрена не запомнится, и не будет, как вот эта вот сказка ложда в ней намёк, добрым молодцам урок. Вот урока не случится, потому что просто не останется в памяти ничего и так далее. Вот. Ну, и тут дальше она рассказывает о том, что разные типы запоминаний несут разную когнитивную нагрузку. Intrinsic, extraneous и germane. Я думаю, даже так это произносится. Вот. Я не буду сейчас вникать в эти теории, но суть в том, что есть порядка раз, два, три, шесть, девять, порядка двенадцати когнитивных эффектов, эффектов когнитивной нагрузки, типа рабочий пример, завершение чего-то, модальность, повторение, там, ну и так далее, тому подобное. То есть разные вещи, которые несут разную когнитивную нагрузку, и они, короче, в комплексе все нужны. Тут вопрос о том, что изучение любого говна, оно должно быть с разных сторон. Знаешь, как вот ты учишь английский в школе, опять же, там, или где-то в институте, и он состоит из нескольких частей. Это грамматика, это топики ты составляешь, то есть там заучишься, это аудирование, когда ты на слух слушаешь, ну, то есть это комплексные вещи, которые разные центры, так сказать, заставляют думать. То есть вот тут она и говорит о том, что обучение, оно должно быть комплексное, не должно быть только прослушал курс лекций, ни хрена ты не выучишь, ты просто прослушал курс лекций. Или если ты прорешал просто 15 тысяч примеров, ты как с ЕГЭ, ты научился решать примеры, но фундаментальных знаний у тебя от этого не прибавилось. То есть это все должно быть, естественно, в комплексе. Вот. Ну и она пишет, что вывод-то какой. Если ты выбрал быть разработчиком, то ты всю жизнь будешь учиться. И это, говорит, amazing, это, говорит, удивительно, классно, и вообще это супер. Учиться это здорово, вау. Все. Отлично, статья еще более даже какая-то оптимистичная, чем прошлое, где чувак медитировал по утрам. Сара Драстнер, как всегда, гений. Гений Сара Драстнер. Ты должен как-то что-то еще сказать, как у тебя, ну хотя мы тоже тысячу раз говорили, кто что из нас там учит, не учит. Подожди, я что-то хотел сказать по этому поводу, что... Это круто, если ты хотел. Кроме этого, на литературе мы еще же... Мы вот еще делали пересказы. Именно вот с жесткой учительницей по литературе во второй школе, в которой я учился. Там она именно пересказы заставляла именно выходить к доске. И она именно очень хорошо знала материал, как ни странно. Учительница по литературе знала хорошо материал. Слушай, невиданная какая-то. Она, короче, очень сильно придиралась. И у меня был лайфхак, в скобочках у всех, так скажем, разгильдяев был лайфхак. Проще не выходить и получить типа точечку, чем выйти и посмеющим стать максимальным. То есть даже если бы я прочитал полностью какую-нибудь капитанскую дочку, но только не капитанскую дочку, материал 10-11 класса какой-нибудь, то она, короче, все равно бы нашла... Я бы очень плохо бы рассказывал, возможно, пересказывал, и она бы все равно нашла 100 деталей, которые я упустил, короче. С той деталей, где я вывел неправильную, скажем так, эту мысль, короче, вот, этот очень помогает, на самом деле, запоминать материал. То есть вот если ты перескажешь еще то, что ты по программированию ну, короче, прочитал, потому что чтение теории, на самом деле теория-то очень круто, а в программировании-то ее надо знать, на самом деле, фундаментальная основа, все такое. Но если ты это перескажешь еще дополнительно, то это будет просто супер именно запоминание, как мне кажется. Ну, согласен. Кстати, здесь у него был этот пункт, я как-то его сейчас забыл и упустил, о том, что ты еще очень хорошо учишься, когда учишь других. Ну, вот это да, то есть по сути пересказываешь, да? Да, я уже даже, я так рассказывал, что уже даже я сам понял, а он все еще не понял, да? Вот то же самое. Да, да. Ну, круто, круто, спасибо, да? Хорошо, круто, круто. И мы дальше идем. Да, мы идем к следующей темке, которая у нас гласит как наш любимый хостинг, SmartApe. Ух ты. Да, да. Можете поддержать нас тем, что будете использовать хостинг. Это, по-моему, замечательно, потому что просто, ну, типа, чуваки скажут, что так просто бабки кидать, да? Это как, знаешь, типа, чуваку, который просит не денег дать, а купить поесть там, да, еды. Вот так же вы можете купить нам поесть еды. Точнее, даже практически купить себе поесть еды. То есть хостинг, но и поддержать нас, это на uobesign.ru slash smartape оформить хостинг по нашей реферальной ссылке. Мы сто раз говорили про качество и вообще вот высокую, как сказать, просто высокое мастерство вообще вот людей, которые работают в smartape и делают этот сервис, как бы хостинг-сервис, скажем так, для всех. И вообще не устаем повторяться, что smartape – это очень круто. И самое главное, что это доступно и в России это официально и как бы по всем стандартам. Так что, да, uobesign.ru slash smartape. Да, кроме этого, хочется еще сказать, что кроме реферальной ссылки можно использовать промокод uobdesign, как слышится, так и пишется. Вот. И, соответственно, И что там будет? Нам тоже что-то будет? Или там скидка будет? Нам будет все то же самое. Просто суть в том, что реферальная ссылка, она работает только для регистраций. А если кто-то из наших слушателей или зрителей уже зарегистрировал на smartape и хотят нас поддержать, они могут именно при заказе услуги указать наш промокод и нам тоже упадет с них копеечка. То есть это такое дополнительное решение для тех, кто уже на борту, так сказать, нашего общего лайнера, круизного. Вот. Но он как бы еще не это... Но он еще не в каютке. Нам еще не поддерживает. Не в каюте капитана. В нашей каюте, да-да-да. Да-да-да. Хорошо. Что-то тут дальше Nginx. Я чувствую зубодробуха. Ничего абсолютно зубодробительного. Это новость одной строкой. Компания F5 купила Nginx. Nginx — это вообще веб-сервер с открытым исходным кодом, так принято назвать, журналистский штамп с русскими корнями. Погоди-погоди. Купили открытый код. Согласен, да. Звучит странно. Но купили. То есть за Nginx проект у них в открытом коде, но Nginx Foundation или как-то так организация называлась, или может быть она так и называлась Nginx, вот, они купили. Они купили... То есть разработчиков купили. Да-да. Бизнес купили. Да. Чтобы они интегрировались в платформу F5, которая именно занимается распространением приложений, так сказать, чтобы был фундамент уже именно серверный по этому поводу. Здесь есть, собственно, ссылки на анонсы на сайте Nginx F5. Вот. F5... Да и не только F5. На самом деле, сами Nginx-овцы, в том числе Игорь Сысоев и Максим Коновалов, которые там главненькие, они будут дальше развивать Nginx как проект с исходным кодом, с открытым. А кто такие F5 вообще? Что? Кто такие F5? Ну, вот какая-то компания крутая. Знаешь, это звучит, как будто это чуваки, которые магнитом заправляют. Магнит, Дикси, там пятерочки и так далее. А, ну там X5, да-да. Это именно пятерочка перекресток. Да-да-да. Ну, согласен. Тут все поржали, что press F5 тупой респект, что типа Nginx теперь не будет прежним. Вот. Но все заверяют, что для нас, обычных пользователей, там это веб-сервер, в принципе, вообще ничего не изменится. Ничего не изменится, да. Вот. Я не знаю, насколько это так или не так. То есть я, в принципе, готов разделять любой оптимизм, что не изменится. Вот. Но суть в том, что просто они именно хотят его внедрить в цепочку своего продукта, чтобы конкретно от кода до клиента полная цепочка у них была, и они могли зарабатывать денежки. А то, что... Ну, и как бы им нужны именно core разработчики Nginx для того, чтобы они более круто там все интегрировали, сделали, адаптировали для их workflow. А то, что Nginx будет и дальше разрабатываться, так сказать, как открытый продукт, они этого даже не отрицают и хотят, чтобы так и было. Поэтому... Между прочим, да, они, кстати, прямо на сайте у себя f5.com гордятся тем, на главной, что Nginx теперь им принадлежит, и что они теперь будут вообще развивать там до свидос. Вот. Так что... Ты, кстати, Саня, это... Ты, кстати, слышал? Кстати, что вообще, приверженец Nginx Apache или что? Я Nginx. Мне он сильно нравится. Просто он, видишь, он... Его можно не только для того, чтобы там статику отдавать, там HTML, CSS, ну или там, неважно, не статику, а там PHP-шный код какой-то через него проксировать. Через него можно просто маршрутизировать нагрузку. Ну, то есть, есть у тебя нодовое приложение какое-то, и ты его задеплоил там на три тачки. И можно на четвертой тачке поднять Nginx, и через него, то есть там, запросы на домены равномерно распределять нагрузку на те три. То есть балансировать нагрузку с помощью Nginx. То есть он не просто веб-сервер, а он именно... С помощью него можно проксировать, маршрутизировать и так далее. То есть и он часто девопсами используется именно для этого, для распределения нагрузки. Поэтому... Ну, то есть это, наверное, не самый лучший инструмент для ее распределения, но как бы один из базовых, и вообще много кто там редиректы там с его помощью делает. Короче говоря, Nginx это круто. Мне складывается впечатление, что он может больше, чем Apache. Может быть, меня сейчас разуверят в комментариях или там на премьере прямо сейчас плюнут в меня и скажут, что это не так. Но... У тебя EIS-чик плюнут. Ну, на EIS-чик, насколько я понимаю, там .NET-приложение проще разворачивать. Там уже все есть. Я не знаю, на Nginx я не пробовал ничего кроме PHP и ноды делать. Поэтому не знаю, как там с .NET-овскими C-Sharp-овыми приложениями, но как бы факт остается фактом. Nginx использует много где, и его уже намного чаще используют. Но я так понимаю, он статику быстрее, чем Apache отдает, поэтому вообще есть и объективные причины использовать его вместо Apache в каких-то вопросах. Угу. Окей, напишите в комментариях вообще, что вы выбираете. Может быть, в премьере устроите какой-нибудь небольшой батл, скажем так. Кто круче, Nginx или Apache или EIS. Угу. Давай пойдем к следующей теме. Жизнь простого белого парня она называется. Ты включил эту темку, я не знаю, а, ты ее, потому что нам ее предложили на сайте. Угу. У нас можно темки, кстати, предлагать на eobzm.ru, да. И вот Кекчик Чебурекчик предложил ее. Интересная статья про жизнь простого белого парня в эпоху эру соцсетей, стрельбы в школах, токсичной маскулинности, движения MeToo и разделенной страны. На самом деле с Esquire. Вот неожиданно просто, просто неожиданно с Esquire.com, то есть с американского Esquire тема про чувака. И знаешь, это как одна большая серия Соус Парка или как какой-то, знаешь, отрывок чего-то какой-нибудь над пропастью воружи. Такая очень американская история будет сейчас. Даже кусочек истории про чувака. Просто как он жил, и я даже местами не понимал, зачем Esquire вообще эти куски включила в статью. Возможно, я просто не американец, если я был американцем, я бы все понял сейчас. Значит, вот. Короче, здесь первый пункт этого чувака, во-первых, ему 17 лет. Давай начнем с этого. 17-летний, американец, дефолтный, белый, белый, цисгендерный. И, значит, чувак такой, знаешь, у него есть девушка, он любит классные кроссовки, и команду Packers, ну, их там местную. Он живет практически в средней Висконсине, это практически средняя, средняя восточная часть Америки, такая. Вот, короче, в маленьком городке 30 тысяч человек, в селе практически. Вот. Короче, что делает? Значит, просто я быстро опишу, потому что здесь огромнейшая статья, я ее читал, наверное, часа три. Ну, не на три, конечно, до хрена. Оно интересно, прикольно, или нет? Оно как бы, ну, как сказать, то есть оно описывает именно другую культуру, и это прикольно от этого. Вот, у нас, конечно, у нас такого нет, скажем так. Первый пункт, это про то, что он просто описывает свое отношение к какому-то там, короче, случаю. То есть он рассказывает, что вот, типа, я такой-то, такой-то чувак, балдею, там от футбика, все такое там, от американского футбика, и рассказывает историю про то, что вот, типа, у меня есть там девушка, и, короче, я, говорит, вообще супер рад, что я, типа, парень, потому что, типа, у девушек до хрена там своих проблем, все такое, короче, но как-то один раз, говорит, меня, типа, девушка ударила, он там вышел, открыл, он, чтобы ты понимал, двухметровая тварь, и он именно, это все фотки, я так понимаю, ягонные, ягонные фотки везде, то есть он не засал с полиции полностью, вот, короче, и он огромный чувак, и он просто супер дефолтный, стандартный чувак, он даже не то, чтобы гик, задрот, он просто наоборот чувак, который практически ничем таким очень сильно не увлекается, и такой супер среднестатистический американец, у него иксбокс дома, он играет в Call of Duty, не то, что именно в что-то задротное играет, а вот Red Dead Redemption, там, вот такое, вот, короче, и первая история про то, что типа его ударила девушка, ни с того ни с сего, просто какая-то рандомная в школе, он что-то открывал дверь, короче, и что-то ей там что-то не понравилось, и она типа на него напала, и у него именно были, типа, что он, короче, прям охренел от того, что типа, его потом еще все обзывали, что его типа девушка побила, короче, вот, не его личная, в смысле, а просто какая-то, вот, но там дальше немножко раскрывается, вообще, что к чему, и что почему, вот, это первая история, значит, там, не буду вдаваться в подробности, просто, просто что-то происходило, потом, значит, вторая история, что вообще в Висконсине, тема, вообще, на самом деле, это штат, который Трамп, Трамповский штат, в нем 60%, более чем 60% это чуваки, которые голосуют за республиканцев, вот, и, короче говоря, у него типа семья супер такая консервативная, республиканская семья, скажем так, и в какой-то момент, короче, вообще в Америке стало очень сильно, так скажем, на всех слоях общества, в том числе на тинейджерах, которые еще не могут голосовать, вообще распространяться вот эта тема с политикой, и со всякими разными там, короче, именно кто кого поддерживает, республиканцы, демократы, то есть, даже чуваки у себя на вот этих локерах, скажем так, где они переодеваются, вывешивают флаги Трампа, или вывешивают Хиллари, то есть, ну вот, короче, у них очень сильно это развито, короче, и там уже люди друг друга не любят в классе, то есть, у нас вот это было бы, ну, достаточно странновато, мы тогда вообще не думали про политику в школе, да, вот, типа, было бы странно, короче, что вот один чувак говорит там, типа, я там, типа, мне нравится Трамп, второй говорит, я буду голосовать там за Хиллари, ну, не буду голосовать, типа, я поддерживаю Хиллари, условно говоря, там, и родители поддерживают, и, короче, у них супер срачи из-за этого, короче, и у них там срачи из-за всего, постоянно, и у них уже там даже именно общество, общество, которое именно вот школьное, например, оно уже как в интернете именно, то есть, чуваки токсики по каждой теме, и там супер, короче, срачи по всему, там, конечно, свидос происходит, вот, несмотря на это, кстати, там есть интересная заметка, тоже у нас такого сейчас пока, я думаю, хотя я сто лет не был в школах, не знаю, что там, но у них именно, у них именно, знаешь, школа, во-первых, их, то есть, представь, дефолтная школа, не в каком-то там Нью-Йорке, да, или там в Калифорнии, а школа в дефолтном городке, в маленьком, закрывается на засов, на задвижку, когда туда приходят, то есть, все, зашли, короче, школьники, закрывается школа, то есть, это все со скул-шутингом, с вот этой всей темой, что чуваки стреляют в школах, короче, связано, да, да, и они закрывают школу, и полицейские патрулируют школу, и даже, короче, такие темы, что, если включается пожарная сигнализация, то, например, все люди знают уже тему, они, короче, сначала палят в коридор, выпаливают, перед тем, как выбегать, ну, типа, или просто выходить, да, что это там, ну, какая-то, может быть, ложная тревога, потому что, типа, чуваки, которые стреляют в школах, они, типа, вырубают сигнал, чтобы все вываливали в коридоры, и чтобы, типа, можно было легче, ну, короче, в общем, там, досвидос с этим, и они всего боятся, короче, и у них вот происходит вот такая очень токсичная атмосфера, в принципе, везде, и в том числе из-за политических тем, то есть, в том числе и эта тема к первой истории, потому что девушка на него напала, что, типа, короче, этот чувак, он растет именно в республиканской семье, и, типа, все про него знают, что он вот такой республиканец, до хрена, и, типа, он такой, типа, до хрена не поддерживает какие-то там более демократические, демократические там взгляды, соответственно, вот, и, короче, у них сильное разделение в этом плане людей, это, я просто, это вот, напоминаю, написано просто вот как будто один день из жизни чувака, там, там рассказывается про его родителей немного, и он тут немножко сетует про то, что там есть какие-то, какие-то зачем-то куски истории про то, что, например, Джеймс Ганн, режиссер Guardians of Galaxy, вот, его, типа, отстранили от режиссуры, в смысле, от кино, потому что он там, типа, напоминаю, шутил в Твиттере про то, что, ну, в общем, короче, именно непристойное дерьмо там про детей, педофильские шутки он именно шутил, вот, он именно шутил, что там, типа, я, говорит, моюсь, типа, в отеле там под душем, и, типа, душевая хрень выглядит, как писающий мальчик на меня, типа, маленький, ну, какой-то, сменос, короче, шутил, достаточно, на самом деле, сейчас я это говорю, и бредово звучит, но, короче, вот, из-за такое его там сильно отстранили, я не помню, то ли из-за твиттерских шуток, то ли он в натуре кому-то приставал, я уж не знаю, если честно, но, короче говоря, здесь этот чувак тоже описывает, что, типа, вот, мир такой, типа, я расту в этом мире, вся фигня, вся фигня, короче, все очень сильно на нас, типа, влияет, и очень много разных новостей, я, типа, не знаю, там потом описываются, какие у них уроки, у них на уроках учителя обсуждают Кенни Уэста условного, то есть, типа, давайте нарисуем на доске, ну, то есть, не как у нас алгебру учат, нормально, уже тебе говорить, а у них там, типа, давайте нарисуем на доске Трампа, кто противоположник Трампу полный, типа, Кенни Уэст не может быть, потому что он, типа, полусторонник, полупротивоположник, короче, да просто какой-то бред происходит, если честно, я тебе говорю, соус-парковая серия, у них там, типа, узнавали, кто либеральный радикал, а кто консервативный там, а кто какой, короче, прямо в школе, именно реально, то есть, у чуваков, которые пока не имеют, напоминаю, право голоса, и ничего не решают в этой стране, пока что, понятно, что потом будут решать, но тем не менее, вот, короче, здесь много всякого такого, и последняя глава, знаешь, как будто здесь Тарантиновская какая-то тема, четвертый акт, это тема просто про его семью, и про его батю, что они с батей, у него батя таксидермис, чтобы ты понимал, напоминаю, республиканская семья, он, ну, он не только, он просто охотник, то есть, именно дефолтный охотник, опять же, по соус-парку, вот, которые тупо там, они убивают чуваков и хавают, ну, не чуваков, в смысле, а там медведей, там, не знаю, косуль, там, кого еще убивают на охотах, вот, и он с батей типа ходит на охоту тупо, но ему не очень нравится это, тем более, ему не нравится, что нужно там разделывать, долго сидеть в засаде, разделывать потом еще эту добычу, а потом еще ее там натягивать на чучела, ну, то есть, ты понимаешь, и он просто рассказывает, что я бы лучше там, типа, не знаю, играл бы в Xbox, Call of Duty, классно, то есть, абсолютно, вот, все, весь рассказ, чувак на Esquire засветился, просто типа дефолт на день American Boy, ну, или там неделя, там есть всякие нюансы, кто там, что там, какие-то, какие-то очень американские темы, как он там за завтраком, за обедом, что-то заходит, за ним родители заезжают, ну, какие-то, и он, знаешь, выглядит как чувак, вот, честно, я прочитал, и выглядит как чувак все-таки, ну, не гик, а именно задрот, именно в смысле, что он не очень, скажем так, пользующийся, короче, он не очень общительный чувак, как я понимаю, и не очень такой, знаешь, именно, ну, не звезда класса, скажем так, то есть, он такой суперсредний чувак, дефолтный, вот, вот все, вся, вся тема, как тебе, интересно было хоть где-нибудь? Там, где на локерзах делали флаги Трампа, и Хиллари было интересно, я не ожидал, если честно, то есть, я понимаю, что родители просто за, ой, господи, родители, дети за родителями повторяют, и родители срутся, или наоборот, или да, или наоборот, в противовес делают, ну, то есть, это, я думаю, что тоже бывает такое, типа, что вот у меня батя там за этих, а я за тех. Ну, нет, во-первых, да, во-первых, за этих или за тех, а именно, а у меня вот батя аполитичный, я не хочу быть как это старый козел, мне важно, что происходит в нашей стране, там, и как бы, да, и погнал. Вот это не очевидно было абсолютно, вот, остальные моменты, они, в принципе, такие, как бы, достаточно, ну, то, что сигнализацию, и закрывают школу, тоже не знал. Вот я тоже, это для меня тоже было интересно. Я их могу теперь представить, вот, но то, что именно, вот, это официально, и все знают, и все это знают, и как бы для них уже это, ну, само собой разумеюще, если бы, конечно, интересно, да. Да, я там просто именно красной нитью по всему рассказу проходит то, что он просто блюет от того, что у них очень все, все токсики, типа, все повернуты там на политики, на все фигни, и, короче, что именно ему не нравится, что, типа, нет какой-то обычной житухи, типа, он, видимо, хочет просто в Xbox с пацанами играть, в Call of Duty, и обсуждать именно просто, не знаю, не знаю что, а приходится, короче, политику обсуждать. Ну, вот, в общем, такая тема. Ну, да, приходится у Вудок стрелять. С Батей, да, причем, опять же, ему не очень. Ну, так тут на фотке видно, что ему не очень, он как бы стоит вроде со стволом, без рукавки, как у Сырман, вот, но что-то не заходит. Но с таким лицом, что не... Мне просто интересно, а вот Esquire, когда это писал, они насколько, они какое именно внимание они хотели привлечь к этой ситуации? Кои не окрас, вот я тоже не знаю, то есть, такое чувство, по мне кажется, что Esquire это либеральная тема. То есть, больше, в принципе, более демократичная, да. Да, то есть, я имею в виду, что если бы сказать, за кого Esquire, то скорее всего за Хиллари. Да-да, я это имею в виду. Ну, здесь описывается так, что он... Ну, у него, короче, очень странные взгляды у этого чувака, честно тебе признаюсь. То есть, он местами говорит супер бредовые какие-то... Как будто он от батина слушался, то есть, у него там всякие вещи, типа, он против, например, распространения, предохранения, типа, презервативов в 11 классе. Ну, в смысле, не в 11, а в их там последнем классе. Типа, что это, типа, хрень? Чему, почему, хрен знает, я не знаю. То есть, возможно, ему батя это навязал на охоте прям. Возможно, что просто это пропаганда секса, что там вдруг кто-то бы об этом только в колледже узнал, а тут тебе прям это... Кого там в Америке? Они это, я не знаю, ну, может быть, но... Ну, как бы, я тебе предположение... Ну, возможно, да-да-да-да. Других я даже представить не могу. Типа, навязывание. Ну, в 17 лет навязывание, да. Тем более, это не самое плохое навязывание, скажем так. Ну, да, что там, да. Ну, короче, из-за того, что видишь у него, напоминаю, такие именно старые устои, скажем так, то вот он такой, короче. Ну, вот, возможно, Эсквайр это хотел показать, что у чуваков есть чуваки, возможно, все ахнули и охнули, все-то думают, что, типа, детки, они именно демократичные более чуваки, потому что, ну, типа, они такие против Трампа. В принципе, редко бывают дети-консерваторы. Да, да, это странно. И, возможно, Эсквайр хотели показать, что вот есть и такие чуваки еще. Ну, не знаю. тут интересно теперь, я особенно вспоминаю интервью у Дудя Идова, что там журналисты крайне много получают, что, типа, там, именно какие-то там знаменитые писатели, типа, Оруэллы, они подписывали, в том числе, в Эсквайр, там, и в какие-то такие издания, потому что там платят за одну статью, как за книгу. Вот. И мне теперь интересно, вот тут, то есть тут вполне можно анализировать, что хотел сказать автор. Да, но это как-то, я просто не смог их окрас уловить. То есть, они вроде и с той, и с другой стороны заходили, я именно не смог политически окрасить. Я, опять же, по американским детям пытался политическое найти здесь. Ну, то есть, определенно есть какая-то окраска, но я не смог понять, за кого они. Но, мне просто теперь интересно, кекчик, чебурекчик, он на что упор делал? Он пишет, в эпоху эру соцсетей, стрельбы в школах, токсичной маскулинности. Что именно маскулинность, какая токсичная была? Ну, имеется в виду, что его там била, какая-то девочка там, я не знаю. Ну, так это не маскулинность, это фемининность? Ну, не знаю, короче. При том, что он никого там не бил, он там просто сидел в Xbox играл, короче. А, нет, он, кстати, ей ударил в ответку, кстати говоря. Прикиньте, такая дура двухметровая ударь. Так и уехать недалеко, если честно. Можно уехать абсолютно. В недалекие места. Да, но я напоминаю, что он не супер популярный чувак, то есть он как бы не то, чтобы, ну, типа, американский там, игрок в американские, хотя он мог бы. то есть он, да, он, во-первых, мог бы по телосложению, но тут оно и видно, то есть это не популярный чувак. То есть популярный чувак, он, как правило, попсовый, так сказать, полностью конформистский и подходит, под описание, там, стандартный там чувак. А здесь видно, что он как бы нестандартный, но, ну, не знаю. В общем, да. А движение Миду, это что я забыл? Я, честно говоря, что-то так и не понял. Блин, просто я это где-то видел, ну, не в Саус Парке, Саус Парке уже в этот момент не смотрел. Где это-то было? Популярный хэштег, где распространяющийся социальный секретарь. сооружение сексуального насилия и домогательства. Все, да, да. Ну, видимо... А, это про Хвайнштейнов. Да, Вайнштейнов, это вся тема, да. Что тут про это было, я тоже не понял. Он немножко захватил эту тему, я не понял тоже. Он там начал про режиссеров зачем-то, типа, я там просто живу в эпоху, когда там в Твиттере ничего нельзя написать, там, все такое. Ну, я, конечно, не знаю, Сань, честно, не знаю. Напоминаю, читал три часа это. Первая тема. Я, причем, я первую взял, именно погрузился. Потому что я просто, почему вообще я зацепился из-за тем в том числе, я-то думал, здесь будет именно раздувание за то, что там раньше лучше было и там, что сейчас постмодерн и все плохо. Вот. А тут как-то оно не так усугублено, видимо, потому что автор не это хотел сказать. Ну, да. Вот. Потому что я-то тоже, как бы, такой достаточно консервативный человек, многих вещей там не люблю и не понимаю, вот этих современных, так сказать. Вот. Я не про презервативы, например, но там в том числе про движение мету и там про чабрит, это, это, такое. Я думаю, здесь это будет как-то размотано, а тут вещь немного по-другому. Ну, ладно, что, будем дальше двигаться. Дальше, я так понимаю, опять ты двигаешься. Да, двигаюсь дальше. Следующая тема про UX. Прикинь, вот так вот. После той темы мы в UX. Пять UX, как бы сказать, пять UX каких-то уловок, которые нам пришли из геймдева. Пишет Джулия Дзюбина. Какие-то наши люди прикинут на UX дизайн сиси. Она, между прочим, арт-директор в Clay Global Agency в Гринном агентстве. Да, да, да. И она классную статью на самом деле пишет. Она, короче, раньше работала в геймдеве и поняла, что многое в геймдеве, ну, конкретно, она пишет про казуальные игры. Вот, можно из казуальных игр позаимствовать в UX сайтов, например. Вот. И здесь, ну, очевидные вещи есть, но прикольно. Первое, первый типс, это, короче, гиды. То есть, вот эти вот мануалы, которые нас в казуальных играх, например, да и не только в казуальных, ведут нас по игре, типа, нажмите сюда, чтобы там то, продолжить, нажмите, чтобы там собрать золото, нажмите то-сё. Ну, все это знают. И это классно было бы как-то очень ненавязчиво, не поп-апами огромными, да, не модалками, которые там все блочат, а как-то очень аккуратненько, ненавязчиво, по одному шагу, не навязывая много шагов, да, показывать у себя в сервисе. Если у тебя сложный сервис, которым надо реально пользоваться, или приложение, да, то вот, например, говорит, очень круто сделали в ТикТоке, что здесь просто маленький такой, маленькая всплывашечка, которая пишет, что нужно там свайпнуть влево, или нажать куда-то там вправо, короче. Я, честно говоря, так и не знаю, что это за приложение ТикТок, я сто раз видел его рекламу. Ну, там типа под музыку записывать, что-то там, ты можешь там напевать практически какое-то полукараоке приложение такое. Вот. Это, значит, первое. Второе. Показывать прогресс визуально. То есть, что пользователь будет иметь через несколько шагов. Здесь, опять же, на казуальных играх, вот на каких-то, наверное, не Angry Birds, но каких-то Birds, значит, показано, что вот, типа, будут дальше шаги такие, 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 короче, им, соответственно, также пользователь в вашем приложении или на вашем сайте, например, там при регистрации, при заполнении данных где-нибудь в аккаунте, он может видеть, что он там получит или что он дальше должен заполнить какой-нибудь там, в каком-нибудь опроснике. Слушай, вот тут, ты знаешь, как стакан наполовину пуст, наполовину полон. А что важнее, видеть, куда, что еще ты сделаешь или что ты уже сделал? Да и то, и другое, мне кажется. то есть, да, просто ты сейчас несколько раз повторил именно про то, что еще будет, а я вот именно, мне прикольнее смотреть, что я уже сделал, что такой, блин, а что есть типа прогресс и что-то уже закрыто, да, какие-то вещи. Уже 5 действий сделал, и я такой, блин, мне прям хочется дальше делать. То есть, что уже пройденный прогресс тоже важен. Здесь просто дальше практически тоже про это. Третий пункт Prefield User Progress, но здесь именно о том, что нужно похваливать чувака немножко, то есть, ему показывать, что у него что-то уже сделано. Именно вот практически по тебе, только именно вот классно, что что-то вот уже вычеркнуто, например. Там что-то мы уже сделали, это уже все, это типа, эта часть уже готова. То есть, чувак, во-первых, зацепляется, у него уже есть какое-то, знаешь, типа отношение к этому, потому что у него уже что-то сделано. Класс. Класс. Это красиво, что-то показывает с анимациями, какие-нибудь, какой-нибудь самый вкусный пазлик собирается, вот как вот здесь, вот короче, и ты прям балдеешь с этого. Она, автор статьи, говорит, что типа, а давайте классно сделаем, например, вот в магазине, в приложении магазин, то есть, очень классно падает в корзину товар, да, типа, чтобы пользователь видел, что отзывчиво, ему прям интересно собирать все это, вот прям классно, что тоже как бы как в жизни практически. Вот. И пятый пункт, это очень ярко показывать какие-то награды у себя там на сайте или в приложении, именно в плане того, что вот в казуальных играх это там, знаешь, опять же, вот как здесь написано, огромные сундуки, какие-то там с фанфарами, там все летит, короче, и прям именно тебе радостно от того, что ты получил эту награду. Так же и в приложении или на сайте там за что-то можешь получать какие-нибудь ачивки, которые тоже можно показывать красивенько. За то, что тебе, опять же, важно от пользователя получить там инфу какую-нибудь или чтобы чувак что-нибудь там сделал с помощью твоего приложения. Тоже можно показывать очень классно награды. Ну, вот такие пять лайфхаков, скажем так, пять каких-то подсказочек, которые можно использовать из геймдева. Ну, здесь конкретно, конечно, имеется в виду казуальные игры, потому что все-таки казуальные игры, это такие, это такой разряд игр, который ориентирован на пользователя, чтобы он долго задерживался в интерфейсе, долго сидел там, жил практически в играх постоянно, и его ничего не смущало. Также и в вашем сервисе, если вы хотите, чтобы долго жил, то вот можно, как в казуальных играх, какие-то вещи привносить себе в UX, точнее им в UX, а себе в UI. Да. Вот, в принципе, все. Ну, мне только вспомнилось вот в тему первого пункта, то, что я люблю постоянно вкидывать в Cut the Rope и в Doodle Jump там прямо в самой игре тебе показывались первые, так сказать, первые подсказочки. То есть, в Cut the Rope прям виртуальная рука обрезала веревку, и ты понимал, как это делается. В Doodle Jump там вот на этой бумаге тетрадной там были подсказки именно написаны, прям, что вот тут прыгай, вот тут там прожимай и так далее, и тому подобное. Это круто, действительно. Причем не на Рочи-то, я напоминаю. Да, 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 оно еще именно так внутри игры, что, в принципе, если ты упоролся и не заметил, ты мог этого и не заметить. Ну, то есть, в Doodle Jump даже не блочит, в Cut the Rope, а в Cut the Rope тоже не блочит, в том-то и дело, там именно оно, оно всегда маячит, вот, и ты как бы можешь это и проигнорировать, на самом деле, это так. Вот, не всегда ясно, как это сделать именно на сайтах, ну, то есть, я прям сейчас короткий комментарий по пунктам. Пятый пункт ясно, когда награды сделать, чтобы они выглядели, ну, надо просто задизайнить, там, сделать и все. Вот, а Make Use of Literal Feedback, это, допустим, комментарий какой-то, ты за, за фичерирую или что-то еще, там реально какой-нибудь кубок появился около него сразу же, и ты, ну, ты, наверное, понимаешь, что произошло. Вот, Prefile User Progress, это, это прикольно, на самом деле, вот об этом, это такая вещь, которую, в принципе, сам не придумаешь, вот так вот, нарочно не выдумаешь, что называется, вот, но, в принципе, использовать было бы прикольно, но, опять же, пока, пока, пока непонятно, как именно. Ну, то есть, ладно, если это реально приложение Tudushka, я такое, кстати, часто видел, что там уже, ну, во-первых, тебе на примере Tudushka показывают, как ей пользоваться, а, во-вторых, там реально уже предзаполнено, что там, скачайте суперклассное приложение, создайте аккаунт, уже два чек-листа, типа, выполнено, вот, но они-то, они так еще себя хвалят, и, а если у тебя там, ну, не Tudushka, чего, как, то есть, тут, это, это спорный вопрос, как это именно адаптировать, хотя, это, опять же, не то, что сейчас плохого полицейского отыгрываю, просто мне даже интересно, как можно было бы бы, вот, а вот штука с прогрессом, мне прям понравилась, это, это, это действительно круто, это то, что, вот, я не знаю, в ютюбе сейчас такое есть вообще, типа, продолжить просмотр, или как-то так, который именно, там показывает те видосы, которые ты начал смотреть, но не закончил, ну, есть, но там она никак не, с прогрессом не связана, ну, в смысле, с тем, о котором мы говорим, подожди, ну, там же снизу прогресс-бар красненький, ну, да, да, ну, а почему с прогрессом, которым мы говорим, не связано, не, ну, тут такой прогресс по шагам, как бы, типа, вот первый шаг, второй шаг сделал, третий шаг, мне кажется, не обязательно, мне кажется, любой прогресс, чтобы просто показать связь с прошлым и с будущим, вот, для этого, чтобы просто, когда есть какая-то связь, это уже круто для юзеров, для юзверей, и тогда да, ну, главное, чтобы Малваре не подхватили, потому что, это точно, это точно, кстати, про Малваре, практически про Малваре, у нас следующая темка от Кости, да, да, но только перед темкой от Кости, возможно, тебе надо что-нибудь рассказать, давай, я расскажу, тем более, раз уж мы заговорили о Косте, он у нас как Костя в горле, поэтому... Он уже, не, он как имя нависательное, типа, что, станешь Костей в этом месте? Это да, а скольки долларов он Костей? Скольки долларов он Костей, да, да, это, в принципе, это неплохо. Да, мы уже здесь неоднократно говорили, хотя нет, однократно, мы пока только однократно говорили о том, как нас можно поддержать, то есть, купить хостинг на смарт-тейпе, приложить наш промокод, как подорожник, вот, но есть и другие способы нас поддержать, один из них, это patreon.com.uawebdesign, можно стать нашим патроном, вот, а становление нашим патроном, это не только вкусно, но и полезно, то есть, вы можете не просто получить микроудовлетворение от того, что вы помогаете хорошим ребятам, но еще и макроудовлетворение, славным пацанам, вот, но вы еще и можете получить там награды, в том числе наш патроновский чатик, который, в принципе, с каждым днем все больше обрастает людьми, и там уже даже уютно, ну, там всегда было уютно, но сейчас там даже уже людно, там уже, знаешь, ты когда проходишь в прихожке, там уже, ну, подталкиваешься чуть-чуть, обувь чужую запинаешься, когда разуваешься, то есть, надо прям уже в тонусе быть, чтобы, так сказать, там уже, там нет эхо, понимаешь, то есть, раньше там немножко, Согласен, да, там прям Можно было немножечко слышать Самому себя, и еще там Соседи снизу встречались, типа, что орешь А сейчас уже как-то мебель Какая-то появилась, уже какие-то объедки Там, мусор выносить пора Уже, в принципе, все неплохо, да, там Стало, поэтому даже в патроновский Чатик можно попасть, но кроме патроновского Чатика, я считаю, наша основная награда Причем до сих пор Она является наградой Вообще для любых патронов Даже для однодолларовых, это наше Пришоу, это микро-подкасти Которые мы записываем перед основным Подкастом, там он до 30 минут 30 минут в пределе, мне кажется У нас было, в котором мы Немножечко делимся какими-то новостями За неделю, там Выбираем громкие темки прямо при вас То есть это такой Небольшой Сникпик на нашу подкастную кухню Так скажем Если есть любители смотреть behind the scene Да-да-да Что там как происходит Как порно снимают Вот у нас там как порно снимают Или хотя бы как аватар У нас в принципе по монументальности что-то среднее Между порно и аватаром Между порно и аватаром, да Тоже лежат вроде как и в аватаре и в порно Но не синие Вот да Поэтому подписывайтесь Патреон.com Слышки веб-дизайн Заносите нам какие-нибудь крохи А можно не крохи А мы пока пойдем дальше Да И, собственно, от Кости тема на хабре Это перевод статьи The Dangerous of Overpersonalization На nngroup.com Сказал, что это крутая тема Так что Крутая статья Собственно, перевод качественный Я сразу скажу, забегу вперед То есть Костя, даже если бы он мне сейчас Лично деньги не заплатил То все равно Классно, хорошо переведено То есть прям Я даже вот Именно удовольствие испытал Не знаешь, не просто на механический перевод, да А именно приятный Приятный перевод Просто механическое удовольствие испытал А как-то все-таки А приятное удовольствие, да Короче, здесь рассказывается про то, что вообще Если про тебя очень много знают в интернете Конкретно не люди А именно система То есть Что тебе там Что тебе и в поиске выдается Одни и те же результаты Которые ты вот предпочитаешь Больше всего видеть И, значит, в инстаграме реклама И что где-нибудь еще реклама И что какие-нибудь посты тебе В соцсетях по определенным категориям Сортируются Это не очень хорошо Не есть хорошо Есть good Почему так Значит, здесь очень классный пример Проведен Вообще, типа Google Перед тем, как пример Google, они гении И они немножко делают поиск Не по Точности Именно Вот Вводишь там Какую-нибудь новость, да И тебе не точно знаешь Текст Выдаются Который написан В какой-нибудь там статье А именно новости Какие-нибудь по этому там Выдаются Или как-то более умно Короче, подходят И более какие-то актуальные источники Приводятся всегда Короче В этом плане Google очень релевантный Так и называется Релевантный очень поиск выдает Релевантные результаты Вот Но Опять же Почему это не есть good И почему В каких-нибудь там Соцсетях Или Еще где-нибудь Надо по-другому немножко действовать Вот, например Такая тема Ты, значит, любишь Представь себе Ты Обычный, дефолтный Чувак Значит, тебе нравятся И кошечки, и собачки Вот одинаково И котики нравятся на 50% И собачки на 50% Но как-то один раз Ты вот в такой В подобной социальной сети Лайкаешь Один пост кошечек И у тебя вместо Казалось бы Одинаковых Кошечек и собачек Начинают валиться Только кошечки Ну типа Система думает Ни хрена Ему понравилась кошечка Давай кошечек сюда Ему постоянно валятся котики Хотя он Понимал Что В принципе Можно было бы И собак посмотреть То есть Тоже любит 50% Так же Абсолютно так же Как котов Но, короче Ему одни коты И, соответственно Из-за этого Представляешь Ты Начинаешь тупо Пролистывать ленту Потому что Тупо коты У тебя уже башка Даже понимает Что ничего интересного Здесь нет Просто будешь смотреть Одних котов При этом Возможно Пользователю Понравилась бы даже И фотка утконоса Типа Тоже миленькое создание То есть Но Это не кошка И не собака Но просто Какое-то еще другое животное То есть Можно было умно Подойти, да И показывать чуваку Просто миленьких чуваков Ему нравятся милые Типа котики И собачки Почему ему утконоса Еще не подказать То есть Это было бы прикольно Чувак и Увидел бы что-то новое И может быть Заинтересовался Ну а системы В основном Сделаны так туповато Что они показывают Одну и ту же хрень Всегда То есть Ну типа думают Что Ну а что Раз ему нравится В инстаграме Там Какая-нибудь определенная Тематика То будем показывать Всегда ее Не отклоняясь Абсолютно То есть Несмотря Шире Чуть-чуть На область И из-за этого Люди Стали супер Замыленным взглядом Смотреть Все соцсети Все вот эти вот Поисковые темы Они смотрят Уже так Знаешь Ну типа Да это я видел Уже скучно Это да-да-да Это опять Сто одинаковых Котиков Короче Да-да-да Ну это типа Такой ритуал Обычный Там просмотреть Это все Проскролить Типа И пойти дальше Не запоминая Ничего Не вдаваясь В подробности Вот Вот в принципе Собственно Тема про это Тут немножко еще Чуваки На Amazon Грешат Что типа Я один раз Типа сто лет назад Короче Один товар Какой-нибудь там искал И теперь мне постоянно Предлагают этот товар Хотя прошло уже Там лет пять Условно Я не то что Не интересуюсь этим товаром Мне уже вообще Никак не актуально Но я постоянно Вижу этот товар Он мне рекомендуется Типа Супер Странно И не актуально И Вообще Люди как бы На такое не покупаются А так вот И здесь Последний пункт Это эхо-камера Это такая тема Что Когда ты уже Допустим подписан Это кстати Можно с политикой Связать И вообще С мировоззрением Когда ты подписан На одну и ту же тему То есть Например Полностью Либеральные статьи Ты будешь думать Что вокруг Все именно такое Потому что у тебя Как бы такая камера Создается Из Эхо-камера Такая скажем так Информационное поле Вокруг Ты его закрепляешь Полностью на себе Зацикливаешь То есть У тебя Нет каких-то Новостей Другой точки зрения У тебя Только одна точка зрения Которая На которую ты подписался И постоянно тебе Социальные сети Там И остальные вещи Они рекомендуют Именно твою точку И ты думаешь А ну да В натуре Все так Все Я же все правильно Я вот подписался Что там Котики это плохо И мне постоянно Котики это плохо Котики Трампа Это плохо Да Вот И постоянно Значит Об этом пишут Соответственно Ты как бы вообще Полностью Не то что не развиваешься Ты даже не знаешь Что происходит Вне твоего Вот этого поля Видимости Ну и вот Соответственно Ну и здесь Очень маленький Такой Как избежать Чрезмерной персонализации И здесь именно Для чуваков Видимо Которые делают Рекламу Именно те Которые будут Запускать рекламу Видимо Просто несколько советов Что нужно типа Все Все по разному Не концентрированную инфу По одной теме делать А разбавлять И взбалтывать И смешивать Короче Расширять границы сознания Не использовать Общие алгоритмы Дефолтные По которым Выдается Одна и та же инфа Вот И Представлять клиентам Возможность отреагировать То есть Показать Что их задолбала Та или иная Запись ваша Или новость Вот собственно Все Как у тебя вообще Отношение к такому Ну как тебе сказать Я Когда захожу На какой-то такой продукт Мне нравится Именно То изначально Как его делали То есть Мне нравился Твиттер С его хронологичными Записями С его Какими-то То есть Я покупал Историю Этого продукта Когда я заходил В ВК У меня все время Были именно Релевантные Какие-то там Посты Там не было Вот этих лайков Там вам может Понравиться Там вот ваша реклама И так далее И тому подобное Это было именно Хронологически И ну была Какая-то Ну это не метафора А какая-то история Соответственно То есть я захожу В хронологическую ленту Которую я Которая Живет по своим законам Она не подстраивается Под меня Она живет К своим законам И когда я туда захожу Я именно хочу Этим законам последовать Я встраиваюсь В какую-то рамку А когда я туда захожу И система Подвигается И рамки для меня Раздвигает Оуе То как-то это Скучно Сразу становится И неинтересно Ну то есть Просто видишь Я в основном Почему Уцепляюсь даже Не за это А я за время То есть Мне по тайм-ленте Просто проще Башкой воспринимать Чем Когда Мне советуют Что-нибудь Потому что Я боюсь Что я что-то упущу Прикольное И я именно боюсь Что вот именно Того самого Границ сознания У меня не сузятся Потому что я буду видеть Только то Чего Типа Компуктер за меня Придумал Что я хочу увидеть Вот И я просто боюсь Что-то упустить Конкретно Не то что там Упустил Какую-то Очень важную Важную новость Жизненно важную А именно боюсь Просто Быть вот Суженным Вот этой вот системой Ну да Ну это вот Например Лично для меня Справедливо Было там Для Твиттера и ВК Когда я их еще читал Сейчас то же самое У меня с Телегой Вот И я надеюсь В Телеге не введут Таких алгоритмов То есть там сейчас Пока все хронологично То есть те каналы На которые я подписан Они вот по очереди Постят информацию Но там точно указано Когда что и как Вот И в общем-то Вопросов не остается Но например Реддитом Я пользуюсь Там-то есть алгоритмы Там я во-первых Захожу на главную Там ход Можно выбирать Можно Да-да-да Я именно ход выбираю Да, ход Это самая нормальная Кстати тема Уже знаешь Хопы мы с тобой Такие подстроились Да, потому что Если там выбирать Именно по времени То там можно просто Погрязнуть Можно утонуть Если байнью Там утонуть А если топ За неделю То это мало Слишком Ну типа Слишком популярное дерьмо То есть Ну да Там скорее всего Оно за неделю Почти не изменится Потому что там Те посты Которые хайпят Они будут Хайпиться Да-да-да Вот И там просто Оно будет Ну достаточно Приторное Там мне кажется Везде будет про Сирию Но сейчас уже Про Сирию Не актуально Это я сейчас Какие-то новости Трехлетней давности взял Ну короче Там будет достаточно Попсов Ну да-да Там будет одно и то же Вот Поэтому Это зависит от сервисов Где-то этим зло потребуют А где-то без этого Реально ну никак Вот И поэтому Тут Тут я даже Вот не знаю Где эта граница Проходит Между Ну Давай так Вот Идеально было бы Если бы это просто Включалось Или выключалось В настройках Ну да Я выключил Везде где можно И у меня Везде все По времени Подожди Ты хочешь сказать Реально в Твиттере Можно сделать По времени Ну Да Так в смысле Да Можно Можно То есть И там не будет Возможно Вы пропустили Там Или что-то Вот это все Там Будет Возможно Вы пропустили Но По времени Можно сделать Ну По крайней мере По крайней мере Слушай Я сейчас Тезоприложение Не вспомню Но На Компуктерах Точно Можно сделать Ну Понятно Ну вот То есть Я за то Чтобы это было На На совести Людей Я понимаю Что у них Там От этого Рекламы Меньше Там Как-то Ну то есть Это у них Бизнес Бизнес Цель Так делать В том числе Ну конечно Конечно Они еще и бабки Этим зарабатывают Это Разумеется Вот Но Тут конечно Да Это Вопрос Именно Как это Этический Что ли То есть Оставлять это На От Пользователями Вот например Сейчас К вопросу Об этических Меня очень бесит Что YouTube Начал форсить Свою Новую студию То есть Я каждый раз Когда Я захожу В студию Он меня пускает В новую И мне надо Сжать кнопку Вернуться В классическую И чуть ли не каждый раз Еще оправдываться Почему я возвращаюсь К классической Я просто каждый раз Что-то отвечаю Самое радикальное Типа новая студия Полное говно Там в классической Я могу Сделать То что мне надо А в новой Нет Вот И Ну я понимаю Что поддерживать Два вида интерфейса Это двойная работа Я это все понимаю Вот Но блин Хотелось бы Чтобы по максимуму Они вот Эти все Переходы были Мягенькими И ненавязчивыми Поэтому Ну да Не как тогда С кинопоиском Когда перешли Да То есть И кроме шуток Я теперь Смешно Да Я теперь Меньше пользуюсь И твиттером И вк Но инстаграмом Я и так Сильно не пользовался Не знаю Можно там сделать Хронологически Вот там по-моему Вот там по-моему Нельзя Вот там-то тебе Будут сильно Ну да Это уже Фейсбучная тема Там это А это реально Меня отвадило От продуктов То есть Если именно Брать вывод Который здесь У Кости в статье То ровно Это и произошло А это уже у Кости В статье А это у Кости Да Он уже приватизировал Вот А по поводу того В принципе О том что следят Там не следят И так далее Тут да Тут я согласен С некоторыми Комментаторами Которые пишут Что там Другого интернета У нас для вас нет Что типа Ну да Да Поэтому Посмотрим Интересно написать Интересно написать Интересно что напишут У нас в комментариях По этому поводу Вообще Выключают Или не выключают Эту сортировку И вообще Может быть у нас Все слушатели Сейчас ахнули И сказали Да я Это удобно Это мне показывают Я трачу ноль времени Мне Твиттер сам отобрал Лучший пост За неделю Я его прочитал Один Вышел И пошел Деньги зарабатывать Это вы бездельники Там хотите Все по времени Значит А я Быстрый Может быть И такое возможно Я вообще Я за любые комментарии Пишите все в комментариях Что есть И на work Sobakaeobesign.ru Тоже что-нибудь Можете написать Да Ну что там Какая-то Medium Health Статья Я напоминаю Сейчас Статья Нам Какой-то из чуваков Ее предложил Он сказал Одну на выбор И предложил Собственно Пять тем На сайте Или где К нам У нас на сайте Да И я потерял Где это было Вот Очень безымянный Герой у нас Да Самое Знаешь Что тупое Он предложил Пять платных Статей С Medium Я когда их Все открыл Мне в результате В Safari Сказал Братан Ты уже Прочитал Больше всего И я ни одну из них Уже не мог Прочитать У меня все нормально И у меня открыто Да Я сейчас Firefox Открыл Тут конечно Firefox Не знает Что я уже В Safari Пять штук Прочитал Вот Поэтому Ты пират Медиумный Практически Ой Это точно Так вот Мэрк Хэм Хайд Нам написал Или Хэйд Я не знаю Насколько он Немец Или не немец Он написал Почему мозгу Нужно Время простое И в этой Одной строкой Буквально скажу Что По его наблюдениям Когда ты что-то изучаешь Нужно делать перерывы И причем Именно тупить В эти перерывы Для того Чтобы мозг Это все Осмыслил Что ты сделал Причем Он об этом Так говорит Как о каких-то Магических вещах То есть практически Вот Ты знаешь Как Ребеночек Когда споткнулся Кирпичик Родитель Подходит Бьет по кирпичу Плохой кирпичик Плохой Все Наказали кирпичик Можешь не плакать Больше Все И ребеночку Как бы Ну нормально Становит Такая Знаешь Как Ванька Нам сегодня Сказал Это Это очень хорошая Фантазия В игре Я такой В смысле Фантазия Ну вот В принципе Любая игра Это же фантазия Которую ты проживаешь Вот это хорошая Фантазия Очень У чувака Что мозгу Надо просто Давайте отдохнуть Потому что он же Как бы вот Ну Ему Он не может Запоминать Ты ему нагружаешь Информацию И он вот Старается И ему вот Нужно же Что у него же Две руки всего Вот он в две руки У тебя берет информацию А нету у него рук Чтобы укладывать Ее и запоминать То есть чувак Достаточно метафорично Пытается Объяснить Какие-то Биологические процессы Да-да-да То есть наверняка Если именно Сугубо Подключить Так сказать Там Сергея Вячеславовича Савельева Или я не знаю Просто людей Которые разбираются В этом В отличие от него Опять же уже Да Так вот Он бы сказал просто Что там Накапливаются Продукты жизнедеятельности В нейронах Их нужно вывести Отвести Так сказать Говнишко-то Вывести Из них И чтобы они могли Дальше там Что-то делать И так далее Или там нужно Чтобы немножечко Успокоились Там одни там Аксоны И другие аксоны Образовые Ну это какие-то Такие штуки Вот Здесь я Конкретно не знаю Хотя он здесь Машет Как писькой Лореном Франком Например Который там Профессор в центре Там Интегративной Нейронаук В университете Калифорнии Там Та-та-та-та-та И этот Лорен Франк Который профессор Он так же говорит Ну мозг Как бы У него же две ручки Как бы Вот Вот это Достаточно Бредовый бред Но суть в чем Суть в том Что буквально На несколько минут Если прерываться На какую-нибудь хрень То типа Прям вот вообще Максимально Классно будет Все запоминаться Там Изучаться И вообще Мозговая работа Причем прерываться Я так понимаю Прям тупо Прерываться То есть Именно сесть И залипнуть Да Да Они здесь предлагают Прогулки Мытье посуды И просто Залипалово Причем Это на самом деле Нормальную нервную систему Иметь Потому что Есть люди Которые нервные Они не могут залипнуть Ну да Они хотят Все быстрее Быстрее сделать Если они сядут Просто У них Миллиард мыслей будет И все Просто мозг взорвется И они все равно Будут что-то делать Просто Я На практике знаю Не по себе Но тем не менее Да нет Много таких Именно чуваков Которые Не сидят на месте Так что Это интересно Интересно Ну вот Да И здесь Он примерно Рассчитывает Что в час На 15 минут Тупить Тогда все будет норм Я думаю Это конечно Очень индивидуальные вещи А можно час тупить А потом 15 минут Что-то делать Я просто так делаю В принципе Да Можно Вот Но Результат будет Не такой Как Если Соотношение Будет обратное Ну смотри На нашем подкасте У нас слушатели Могут как минимум Часа два Потупить Сто пудово Да Можно просто Вздремнуть Как обычно Все пишут Я под ваш подкаст Выспался Ну вот Хоть так Слава богу Хоть какие-то мы Какую-то пользу Мы людям приносим Вот Ну и да Он здесь говорит Что Просто представьте Что если вы 15 минут Хотя бы будете В середине дня Гулять То у вас Мир Ваш Весь Изменится Ну Базара нет А если Весь день Гулять А потом 15 минут Работать Еще больше Мир Изменится Да Тут как бы уже Изменения Будут Необратимы На лицо Я бы сказал Так что Вот Вот так Мы в этот раз Брызнули Так сказать Но мы Мы сегодня Как-то Даже знаешь Вроде бы Казалось бы И долго Что-то Усолили Но Приехали Так Как в GTA Быстро затормозили На маркере Да Да Мы прям Ехали Ехали А потом На маркере Наехали У нас По скрипту Остановилось Сразу И все И колодки Сгорели Просто взорвались Тормозные За секунду Вот Надо нам Чтобы оплатить Нам новые Колодки Надо называть Чемпионов Победителей Причем Лучших людей Проблема сейчас Я же не могу Называть патронов наших Потому что У меня нет Второго монитора А демонстрировать Давай я буду называть Давай я буду называть Я просто зайду На Patreon Зайди на Patreon Зайди слева В Patreon Это ты же там делаешь Да Ты же там это делаешь На этом сервисе Да Там они переделали Кстати дизайн Патреона Я наблевал Знаешь почему я наблевал Там нет теперь дашборда На дашборде Была лента Всех Тех Кого ты патронируешь Или фоллаж Ее теперь нет Ее нельзя Слушай А я зашел в Патронс И куда заходить Релэйшншип менеджер Да Релэйшншип менеджер Там будут активные статусы Написано Всех зелененьких Можешь зачитывать Включая пятидолларовых Тут очень много людей Я видимо что-то не то делаю Надо делать именно Наверное Active Patterns Там есть Ну да Всех пятибаксовых Зачитываем А двухбаксовых В том числе Пятидолларовых То есть Двухбаксовых нет А всех у кого Пять и выше Да Короче Окей Хорошо Алексей Яценко Александр Андрейчик Антон Потапенко Я к сожалению Не буду разделять Наверное зря Надо было по пледжам Выровнять Ну В принципе Хорошо Хорошо Да Я подожди Я учусь Я только учусь Это ты профессионал Титус Александр Мэт Маша Хохлов Маша Миша Нормально сейчас Новый человек родился У нас прямо на подкасте Я учусь Иван Сухини Илья Евсеевич Явебыч Антон Алексей Яценко Второй раз Антон Потапенко Возможно тоже второй раз Рома Фролов Андрей Чиг Эльмира Халилова Мич Микаэль Арви Евгений Бойцев Саша Джазов Сэм Десятибаксовые Михаил Палмер Никита Ларк Ануар Балгимбаев Граф Граф Абалмасов Дмитрий Казарцев Шестнадцатибаксовый Радик Двадцатибаксовый Иван Мирзавыч Константин Гончаровыч Антон Шувалыч Ярослав Мудрый И Сариков Баксовый Макс В конце Макс Вот такие пацаны Я бы с радостью назвал И однобаксовых И двубаксовых У всех смешные имена Можно от всеми поражать Вот Но я только учусь Вот Спасибо большое Чуваки Что заносите бабло Да Спасибо всем большое Патреон.ком Слушаю В дизайн Можете присоединиться К этим лапочкам Вот И на самом деле Я бы Попросил всех нас Сейчас здесь Поприсоединиться Знаешь Вот как Дедушку Морозу Да зовут Вот Макса Так же позвать Сорокодолларово Он как-то Сказал Что не хочет С нами обсуждать Ничего Вот А я бы хотел Всех заставить И написать в комментариях Макс Выходи Давай будем За меня причем Выходи за меня Смешно Да Будем обсуждать Какую-то свою темку Потому что Да кстати Надо же наших героев Показывать Миру Это не страшно Мы здесь вообще Не кусаемся Мы здесь сидим И все у нас хорошо Ну да Надо как-то Расшевелить аудиторию Поэтому Возможно Макс Когда-нибудь созреет А может быть Еще кто-нибудь Подтянется Возможно Макс Он должен вернуть Его первый пледж Чтобы у него Какой-то был Солидный интерес Он бы с нами Выступил И посоздал бы Прецедент Для всех остальных Что это не сложно Он потом интервью Будет давать Эсквайру Как я Обычный чувак С ювеб-дизайном Там выступал И так далее Короче Чтобы ты понимал У него Из-за 40 баксов Звание Первый помощник То есть У нас тут немножко Уже Мы по плацу идем Причем тому Который Именно у Дарта Вейдера Был такой сверху Снизу там Всякие чуваки Сидят за компуктерами А мы с Максом Именно у него Ручки за спиной Сделаны Он в такой пилот Мы душим Кого-нибудь В этот момент Силой Да-да-да Им как бы Да А Костя Гончаров Снизу за компуктером Сидит переводит Статьи на хабах Да-да-да Ладно, чуваки Спасибо большое Да Всем спасибо Настраивайтесь Слышать нас Опять Через неделю Вообще Открывайте нас На разных платформах Ну как через неделю Я На этой неделе Меня не будет Но через Две недели Да Ну через две недели Значит через неделю Будут беседы на диване Так сказать В преддверии Двухсотого выпуска Опрометчивое обещание Но я думаю Я его сдержу Я думаю Что Просто я уже Верстку подготовил В принципе Уже почти все готово Поэтому я действительно Опрометчивое обещаю Вот И думаю Что все будет хорошо Подписывайтесь Нас везде Читайте описание К подкасту Поддерживайте нас Где хотите Увидимся Через Две недели Получается Всем пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok